То есть моя компания занимается продажей и импортом, и продажей медицинскими расходными материалами мы торгуем. И мы это все продаем в основном в госполи-клинике, это тендеры. Так что продать я вам, к сожалению, ничего не могу, друзья. И мое выступление, оно действительно, ну, просто так вот, как бы благотворительное, что ли, просто по-дружески. Спасибо, что позвали. Вот. Вот. Тема, которую я хотел поделиться, это психоэмоциональное выгорание. Это штука серьезная. Я так понимаю, все здесь, как бы, аудитория начинающая. Вот. И зачастую бывает так, что мы в погоне за бизнесом, в погоне за успехом. Ну, в общем, можно выгореть. У меня так было. Откуда у меня эти компетенции, я вам расскажу. У меня так было, да. Когда я строил компанию, я работал прям с утра до ночи, семья ложилась спать. Я еще там в ноутбуке до часу, до двух ночи сидел по выходным. И плюс еще у меня были дополнительные проблемы со здоровьем. И так произошло, что я выгорел. Я выгорел, да. И психоэмоциональное выгорание – это такая штука, это не то, чтобы… Как бы зачастую это думают люди, что вот ты чем-то горел своим проектом, своим бизнесом, а потом ты просто потерял к этому интерес. Но на самом деле это не так. Психоэмоциональное выгорание – это когда ты берешь в долг у своей нервной системы, а потом, соответственно, придется отдавать. Ну, это так, как ездить на машине и не заправлять ее. Только машина встанет, а вот ваш организм, он не встанет. Он будет жить, потому что вы еду кушаете, ходить-то вы сможете, да. Но психика, психика, она уходит в минус, в минус, в минус, и потом может прийти замечательная депрессия. А депрессия – это уже страшно. От этого люди бывают, задумываются о том, чтобы выйти в окно и так далее. Вот. И я столкнулся с таким. И все мы, приезжая в Москву, там, зачастую вот в Москве, да, когда приезжаем в погоне за успехом, мы автоматически попадаем в зону стресса, да, в зону такого, ну, переработки. Мы перетруждаемся, мы стремимся за вот этими вот соответствовать вот этой жизни, да, особенно те, кто горят какими-то бизнес-идеями, начинанием бизнеса. Мы эту работу, если раньше, допустим, телефоны были стационарные, да, то есть ты с работы ушел, и все, ты отдыхаешь, то сегодня у нас мобильные ноутбуки, мы работу с собой везде таскаем. И это, ну, как бы, если мы перерабатываем, то это только вопрос времени, да, и человек обязательно выгорит. Значит, что я скажу про наше законодательство трудовое? Значит, у нас установлена норма 40 часов рабочих в неделю, в сутки 8 часов. Почему так сделано? Вот в сутках 24 часа, 8 часов человек должен работать и 16 отдыхать, в два раза больше, потому что на один час работы мозга нужно 2 часа отдыха. Вот, если мы работаем больше, значит, мы берем у себя в долг. Вот, и, ну, у нас как получается? Мы едем на работу, там кто-то на ногу наступил, или если мы едем на машине, кто-то подрезал, нервы-нервы, потом доехали, 8 часов работаем, потом едем обратно, потом пока ребенка забрать, пока еще что-то, еще что-то, еще что-то. Так, времени отдохнуть на самом деле не хватает. Вот, сейчас я поделюсь с вами несколькими правилами, простыми, элементарными правилами, которые помогут вам как можно дольше не выгорать. Конечно же, в жизни бывают такие ситуации, когда нужно именно вложиться, да, вот прям ударно поработать, но всегда потом нужно отдохнуть. А лучше придерживаться простых элементарных правил, которые помогут вам как можно дольше не выгореть. И первое, это три правила, они, первое правило – это восстановление, второе – это активность и третье – эмоции. Что входит у нас в восстановление? В восстановление у нас входит здоровый сон и сбалансированное питание. Если мы, соответственно, сон должен быть или, ну, как бы, или качественный, или более продолжительный. Что имеется в виду? Если вы, соответственно, ну, как бы, спите плохо, да, там, просыпаетесь по ночам, ну, часто и так далее, вот, то просто банально надо спать дольше. Второе – нужно, должно быть сбалансированное питание по белке, жиры, углеводам, витаминаминеральный комплекс. Вот это все сейчас в интернете масса всяких обучений, как надо правильно питаться, правильное питание. Это первое. Нужно, чтобы организм восстанавливался. С восстановлением организма также восстанавливается центральная нервная система. Второе – активности. Очень важно, чтобы… Очень важно, на самом деле, в активностях, там, это и спорт, и прогулки, и какие-то релаксирующие, типа, массажи, там, я не знаю, спа-процедуры и так далее. Но самое важное, на самом деле, прогулки на открытом воздухе. Желательно гулять по два часа в день. Вот. И на самом деле, потому что это наше, как бы, ну, естественное средообитание. Если вы вспомните, в детстве мы гуляли на улице, там, целый день можно было гулять вообще, и там никакой депрессии, никакого выгорания, ничего. Вот. И если же, если бы я был, ну, не бизнесменом в Москве, а, допустим, егерем где-то в лесу работал, то у меня бы не было никаких там бессонниц, ни депрессий, ничего, ну, ни переживаний. Вот. Ну, вот такая штука. Я заметил за собой, что если я еду куда-то в Подмосковье, в пансионат отдыхаю, я там сплю нормально, у меня нет никаких бессонниц. Здесь же в Москве постоянно, в общем, ну, приходится это контролировать. И последнее, последнее, ну, соответственно, спортом надо заниматься, это запас ваших ресурсов, да, когда вы тренированные, вы более выносливые. И релаксирующие такие, там, всякие растяжки, ну, разные такой вот виды спорта. СПА-процедуры, массажи, вот это все. Я очень часто стал в последнее время просто набирать ванную и там, ну, валяться в ней по полчаса. И последнее правило, наверное, это, значит, у человека должны быть эмоции, как отрицательные, так и положительные. Ну, вот в Москве отрицательных эмоций у нас хватает, стресса у нас достаточно. А положительные нужно культивировать. Почему это нужно делать? Все дело в том, что психоэмоциональное выгорание, это же не просто, как бы, у нас просто настроение плохое. На самом деле все дело в гормонах. Есть, наша нервная система делится на два отдела, симпатический и парасимпатический. Симпатика отвечает за стресс, это когда нужно там бить или бежать, или, ну, в общем, что-то такое делать, да. А парасимпатика отвечает за расслабление, за отдых, за сон, там, и пищеварение туда входит. Так вот, для активации эти отделы, они антагонисты, они не могут одновременно, ну, как бы, как зрачок не может быть одновременно расширен и сужен, да. Так и эти отделы, ну, не может человек быть одновременно возбужден и расслаблен, да. Вот, поэтому и выделяются определенные гормоны стрессовые, такие как кортизол и так далее. А когда мы расслабляемся, выделяются такие гормоны положительные, там, серотонин, мелатонин и другие. Вот, так вот, что есть в выгорании, что есть в депрессии? Когда у нас накапливаются стрессовые гормоны, очень много, когда мы ходим, там, день, два, месяц, год, мы постоянно под каким-то негативом, да, постоянно под стрессом, постоянно под давлением, у нас банально накапливаются гормоны, ну, вот эти вот стрессовые гормоны. А они преобладают, положительных гормонов мало, и тогда просто происходит такая штука, что мозг сломался, вот. Ну, просто поломка, вот как человек, если бы человек руку сломал, да, точно так же, вот, ну, просто это, ну, такая штука. Так вот, чтобы накапливались положительные гормоны, нужно просто культивировать позитивные эмоции. То есть негативных у нас достаточно. На самом деле, вот, если, ну, как бы посмотреть, да, обратите внимание, старые люди, они зачастую, вот, пенсионеры, я обращал внимание, как вот мои, там, мама, папа, они, им делать нечего, они сидели, помню, смотрели, смотрели передачу, пусть говорят, там, в этой передаче ссорятся, ругаются, да. Да, я сижу такой, думаю, как можно это смотреть, мне и так плохо, мне там на работе, приходишь на работу, с работы бывает, как побитая собака, знаешь, еще слушать вот эти чужие проблемы, чужие разборки, зачем оно мне надо, а они сидят смотрят. Так вот, именно это доказывает то, что у человека должны быть и негативные эмоции, когда им скучно, им надо взбодриться, и они вот это вот смотрят. Ну, у нас, предпринимателей, да, те, которые гонятся за успехом, этого, ну, как бы негативных достаточно, положи, а позитивные эмоции надо культивировать, что нужно делать? Те же встречи с друзьями, походы в кино, спа-процедуры, о которых я уже сказал, очень хорошо работают культивация позитивных эмоций с активностями, да. Ну, например, мне нравится играть в волейбол, я езжу, бывает, в Подмосковье с ребятами, там, в лагерях, ну, на природе, и мы играем в волейбол. Я помню, как меня это захватывает, знаю, мы там начинаем шутить, смеяться, и вообще о работе забываю. Вот важен вот этот момент, когда мозг переключился, он в этот момент отдыхает, и ты накапливаешь позитивные эмоции, вот эта радость, веселье, вот это все, да. Опять же, походы в кино, встречи с друзьями, кафе, рестораны и так далее, все это культивирует позитивные эмоции. Когда вы неделю поработали, и вам нужно там отваляться один день, ну, я понимаю, да, но следующий день надо не сидеть дома, надо идти, придумывать себе досуг, встречаться, общаться и так далее, вот. И тогда вот эти три правила восстановления активности и эмоций, благодаря которым вы как можно дольше не выгорите, если вы все это будете стараться, соблюдать свои жизни хотя бы, ну, вот как-то не перетруждаться. Я понимаю, иногда надо вложиться, да, но все равно, ну, не старайтесь не перерабатывать, вы как можно дольше не выгорите. И что делать, второй момент, если вы уже, допустим, кто-то из вас в штопоре, вот как был я, да, на самом деле тут не лишним будет обратиться к специалисту, к врачу. Не бойтесь таких выражений, как антидепрессанты, да, я вам скажу, что, ну, я с многими сталкивался, у нас, на самом деле, в нашей стране такое какое-то средневековье в этом плане. Я общался с людьми, они там, ты чего, ты ни в коем случае, там, не иди к мозгоправу, там, вот это все. На самом деле это все сложилось из-за того, что раньше антидепрессанты, это были наркотические вещества седативные, на них люди реально подсаживались, и это было опасно. Вот, я, конечно, ну, не могу сейчас о каких-то веществах говорить, я просто говорю, что нужно идти к врачу. Сейчас, на сегодняшний день, есть современные технологичные препараты, которые помогут вам просто наладить работу мозга, да, вот эти вот, они просто, допустим, есть ингибиторы обратного захвата серотонина. Они купируют выделение стрессовых гормонов и способствуют накоплению серотонина и положительных гормонов. Они восстанавливают этот баланс. Это от этих таблеток, от таблеток, вот, как есть такие страшилки, от них не тащишься. То есть, если ты эти таблетки выпьешь, у тебя нет седативного действия, как от алкоголя, там, или еще, ну, то есть, как бы, эти таблетки нужно пить курсом полгода, именно потому, что они именно работают с гормонами, они не меняют твое сознание, они лечат просто голову, а когда, ну, мозг оценивает себя, что он работает плохо, и все тело себя чувствует плохо, когда мозг оценивает, что он работает хорошо, и ты чувствуешь себя хорошо. Поэтому, что нужно делать, я порекомендую идти, соответственно, к врачам, именно к психотерапевту, не к психологу. Психолог — это, ну, как бы, гуманитарий, как бы, вот, ну, можно сказать, да. Тут нужен именно врач, который разберется, врач-психотерапевт с образованием. И еще раз я говорю, глупо было бы, если бы, допустим, человек сломает руку и, знаешь, сказать ему, «Ты что, баба, что ли, держись, там, выпей водки, там, или, ну, там, все, сопли, там, утри, давай, короче, ты что, тряпка, соберись, держись, к врачу с переломом руки, ни в коем случае». Нет, конечно, это глупо. Переломал, сломал человек руку, надо идти к врачу, или зуб болит у человека. Никто же тебе не скажет «Ты что, к врачу? Ты что, тряпка? Держись?». Нет, конечно. Две минуты еще. Да. Две минуты. И последнее, наверное, важное, что я хотел бы сказать, к этому, который я, ну, описал, да, еще сильно, очень сильно меня поддержали какие-то духовные вещи, вот. Наверное, все знают, что я христианин, вот, и я закончил библейскую школу, это, на самом деле, сильно дает такой большой баланс в моей жизни, да. Да, я стараюсь все время профессионально обучаться и духовно обучаться. Эти вещи дают мне, как бы, профессиональные, я считаю, что профессиональные навыки – это интеллектуальный рост человека, а духовные навыки – это, ну, как бы, мудрость, да, вот, человеческая мудрость, вот. И тогда в вашей жизни будет баланс, вы будете мудро подходить, потому что бывают люди очень умные, по три высших образования, а по жизни ведут себя очень неразумно, ну, то есть не мудро, и прямо у них плачевная судьба, вот. Постарайтесь ко всему подходить мудро, вот. Развивайтесь в духовную сторону и в профессиональную сторону, и у вас будет прекрасно, все будет баланс, все будет хорошо. Аплодисменты, слушай, все, давайте как-нибудь там какие-то кнопочки поставьте, это потрясающий короткий спич, но чувствуется, да, что вот я восхищаюсь предпринимателями такой новой волны, не просто про деньги, ты спокойно про медицинские термины, спокойно про, ну, все эти штуки, супер. Ну, и, конечно, ты же работаешь в сфере медицины, да, у тебя оборудование медицинское, тебе эта тема. Спасибо большое за энергию, за харизму, за простые, простые конкретные советы, супер, благодарю тебя. Все, счастливо, ребята. Давайте передаю слово следующему спикеру. Ну, сейчас пока, значит, у нас готовится Оксана, я для тех, кто присоединился немного позже, до того, как я объяснял, в чем суть нашей конференции, сейчас коротко объясняю. Это конференция, где спикеры, которые только начинают, ну, они еще не состоялись как звезды, и, может быть, кто-то вообще впервые будет выступать. Ну, Игорь, нет, он уже, как бы у него хороший опыт выступления уже был, но некоторые люди будут выступать чуть ли не впервые, делиться своей экспертностью. Но при этом это люди-эксперты, которые знают то, о чем они говорят. И все это происходит в рамках школы бизнес-тренеров Алексея Осипенко, то есть меня, и я придумал эту идею для того, чтобы помогать тем, кто хочет стать тренером или спикером вот себя как-то реализовывать. Итак, выпускница тренинга тренеров «Сотня». Это такая базовая программа трехмесячная в рамках нашей школы тренеров, это онлайн-программа. Оксана Кайзер сейчас со своей темой, и тему я сейчас заявлю, и она, конечно, сама скажет. Нет, я хотел тебя пафосно представить, но, собственно говоря, нет, давай все, сама ты прекрасно выглядишь. Спасибо, Леша. Так, тебе демонстрация экрана же нужна? Да, у меня есть PowerPoint, который я вроде как только что завершила перед выступлением. Никому не говори про это, никому не говори. Всем здравствуйте, и правда, я, наверное, вообще для меня выступать среди зрителей, ну, как бы вот вживую, это не впервые для меня, я как бы нормально, но экрану, именно как презентовать что-то, свои мысли, это впервые, это верно, и вас я не вижу, и для меня это как, надеюсь, по крайней мере, вы меня слышите. Мы тебя слышим и видим. Так, давай с презентацией разберемся. Давай, Леша, я sharing, ты мне дашь sharing? Да, запроси тогда, наверное, запроси сейчас, так. Share screen. Share screen, так. Я просто смотрю, не придется ли тебе делать на этот момент организатором, чтобы ты сделать… Ну, вот тут написано, что ты не делаешь меня. Ну, пока нет, я пытаюсь, я осознал, что так. Хорошо, я тебя делаю организатором, и ты сделать организатором… Демонстрация экрана. Демонстрация экрана, нажимай и демонстрируй. Так, видно? Ну, пока нет, понимаешь, где демонстрация экрана? Нижняя стрелочка, демонстрация экрана. А, так, демонстра… Вот, все, вот это вот теперь я вижу. Теперь я… Так, вы видите то, что у меня происходит на компьютере? Нет еще. Ага. А сейчас? Да, сейчас будет. Так, все, вот, отлично. Ага, все, отлично. Так. Корей, все, я… Там какие-то звуки, Леша, громкие. У нас, случайно, опять не появились к нам гости незваные? Так, я хотела бы немножечко поговорить о барьерах внутренних, что мешает себя продвигать. Я на самом деле занималась… Леша, а ты можешь выключить звук или я могу выключить? Что-то я не понимаю, что это за звуки странные. Так, что это происходит вообще? Так, ребят, я ничего не понимаю, что происходит и как это все… У кого микрофоны включены, отключите свой микрофон. Оксан, ты сейчас сама организатор, ты включаешь и выключаешь микрофоны людей всех. Да я не умею выключать включение. Ну, умеешь, участники, нажимаешь на участники, открывается список участников, там ты находишь людей, у кого светится микрофон незачеркнутый и зачеркиваешь этот микрофон. Но сейчас всех прошу самостоятельно… Именно у нас, но с ней какая-то проблема. Нет, все, нет ни у кого микрофонов, кроме у нас с тобой, все, вещай. Все, отлично. Нет, спасибо большое. Так, значит, я хотела бы поговорить о барьерах, которые нам мешают. И вот я тут представила себя, ну и каждый может представить себя в виде вот этой девушки, которая смотрит на гору и видит какую-то цель. Вроде бы у нее есть цель. И мы можем подумать, вот, ну, наверное, она ей, раз ей нужно себя презентовать, ей нужно продвигать себя, даже не побоюсь этого слова, продавать себя, да, значит, она может быть политик, актриса, вот бизнесмен, как у нас Игорь. Ну, вообще, для кого нужна вот эта вот тема, как презентование себя? Но на самом деле, если мы посмотрим, то даже тот же самый родитель, если мы презентуем себя, то дети начинают уважать нас. Если мы просто одинокая девушка, да, которая хочет замуж, и когда она продвигает себя, то у нее есть, ну, как бы, шанс встретить свою вторую половину. Если же мы закрываемся как-то, вот, да, прячемся от всего мира, тогда вообще, что с нами происходит? И вот тут вырисовывается у меня три основных принципа. И первый принцип, что все вообще зависит от меня. Мне не нужно ждать, сидеть. И вот как, да, после бизнес-школы сотню, которую мы прошли, в принципе, нас Леша выпустила, типа, идите в мир, идите в мир тренинга и будьте тренерами. Я никогда не была тренер, я психолог по образованию, я коуча, но вот тренерство немножко далеко от меня. Но даже вот в том, чему хотят, все зависит от меня. Я должна встать и делать, правильно? Вот. И еще второе, что продвижение себя происходит постоянно, везде. Где бы я ни находилась, я продвигаю себя. Если даже мы вспомним про известных и успешных людей, то вообще они себя пиарят везде. Они себя пиарят не только на экране, либо на сцене, да, они себя пиарят и в машине, и в магазине, или еще где-нибудь, да, имея визиточку рядом с собой, ты всегда можешь познакомиться с кем и не знаешь, вообще-то, может быть, этот человек, который стоит в очереди, он для тебя сыграет какую-то очень важную роль в твоей жизни. И третий мой принцип – это активность действия. Я не просто сижу и жду, когда же меня заметят такую замечательную, да, и увидят, какие у меня таланты, но я встаю и иду дальше. Я иду и действую. И мы посмотрим на ребенка, когда мы были маленькие, если мы вспомним, то мои дети, у меня трое детей, поэтому они, каждый проходил через этот этап, что они подбегают и, мам, я умею прыгать. Посмотри, чему я научился. И у них вот эта вот есть лучезарная улыбка. Они светятся и радостные, они презентуют себя вокруг. Вот приходят к тебе в гости, она может рассказать ребеночек, что у него там какая-то машинка есть, как хорошо рисует ребенок, да. Но потом что происходит? Ребенок начинает сравнивать себя с другими. Он смотрит и думает, он свое могу, свое хочу, он сравнивает вообще, как другие смотрят на то, чего он делает. И он выбирает более безопасное поведение. Почему ребенок начинается закрываться? Потому что, может быть, ругать начинают его как-то, может быть, делают замечания. Мы, кстати, родители тоже очень помогаем детям закрыться от этого мира и не быть вот такими экспрессивными, настоящими. Да, я понимаю прекрасно, что воспитывать детей мы должны, но вот даже с тремя своими детьми, сколько многим знакомые, и вот работая уже 10 лет психологом-консультантом, как коучем, да, с людьми, я заметила вещи одну, что люди несут вот этот груз себя с самого детства. Они боятся, они боятся, они пытаются себя скрыть, они пытаются как-то спрятать себя, они себя стараются втискнуть в норму какую-то, да. Может быть, общество навязало, может быть, родители, а может быть, даже они сами себе придумали какую-то норму. И у них появляются вот эти собственные барьеры, которые мешают им. И когда мы стоим перед выбором, да, вот у нас там цель в горе, если мы вспомним гору, да, и мы видим, что по дороге у нас все обрушилось. У нас огромное количество камней, у нас появляется страх, у нас опускаются руки, у нас даже появляется агрессия на тех людей, которые, знаете, вот более успешные, которым не страшно. И ропот, зависть, уход в себя, ложная скромность, да, когда вот человек такой вот прям скромненький, такая хорошая, знаете, настоящая. Вот когда у меня все хорошо, я называю вот это хорошестью. Что не спросишь, у человека все хорошо, но вот он такой становится сереньким. И вот как бы, ну вот эта вот картина, она мне очень хорошо показывает о том вообще, что происходит с человеком. Почему вот мы такой серый, в серую жизнь, если мы посмотрим на общество наше, да, то мы вообще носим серые одежды, мы перестаем как бы радоваться жизни, перестаем жить ей по сути, да. И тут у меня самый главный принцип, я вообще-то в детстве, ну, открою маленькую тайну, была очень-очень замкнутым ребенком. И чтобы я вообще выступала на публике, ну, это вообще ни о чем не могло быть речи этому. И спустя 10 лет или 11, когда встретились, спустя, вот когда одноклассники, да, после школы встретились, они больше всего удивлялись именно тому изменению, которые произошли со собой. Потому что я поняла одну мысль, что самая сложная битва, это битва с самим собой. И начала я себя лепить по кирпичикам, потихонечку, потихонечку я начала собой заниматься. Вот каким образом происходит вот это изменение внутри, да, развитие собственной личности, роста, когда мы идем, бежим, действуем, мы не стоим на месте. Если мы один день стоим, как бы, да, даже если мы отдыхаем, мы все равно в этот момент можем развиваться, да, как Игорь говорил. Ну, даже духовно, читая книги, несмотря весь мусор, который вообще сейчас нас окружает. Если мы останавливаемся, то мы умираем. И вот этот вот принцип очень важен для меня, как вот, потому что, когда я работаю с людьми, реально, ну, очень ощущение, что вроде как успешный человек. Даже говорит уверенно, у него там машина может быть хорошая, дорогая. Но когда ты копаешься, ты смотришь о том, что много понтов. У людей вообще много понтов. И я замужем за американцем, и поэтому в США как бы частенько я ездила, вот, до карантина, естественно. И поэтому, знаете, вот я заметила одну вещь, понтоваться – это вот очень сильно русская все-таки особенность, либо особенность бедных. Вот если человек ничего из себя не представляет, то да, он понтуется. Люди, которые чего-то стоят, они, ну, перестают понтоваться. Тогда вот если мы посмотрим на эту кучу, что же нам делать вообще? Посмотрим и подумаем. Первое, что я предлагаю – это анализировать саму ситуацию, анализировать себя, анализировать вот эти камни вообще. Из чего происходит, какие барьеры перед нами, которые мешают нам себя продвигать. Потом нам нужно посмотреть на эти камни, и, возможно, знаете, вот что-то такое неприглядное, а оно ценное. Какая-то наша изюминка, какая-то наша особенность, которую мы можем показать, да, людям, когда мы можем предоставить и понять, ну, вот что мы, интересно ли мы вот чем-то, да. Потому что, ну, кажется, что да, ну, а что во мне может быть особенного? От этого и все трудности вот эти, знаете, синдромы, огромное количество синдромов сейчас появилось. Синдром самозванца, синдром вчерашнего дня, ну, вообще, что никуда не тнешься, одни синдромы. Вот, но если мы находим какую-то ценность в себе, и если мы знаем эту ценность, то мы ее несем этим людям. И развивая себя, мы понимаем тогда. И третий шаг – это, конечно, отбросить все ненужное. Вот у нас так много вот этого ненужного. Возможно, это я неразумно распоряжаюсь своим здоровьем, своими ресурсами, своим временем. Вообще гаджетами я неразумно распоряжаюсь, да. Что мне мешает, вот что влияет на мои мозги, что мешает мне себя показывать тем, кем я есть. Потому что мы начинаем играть какую-то роль. Следующий, я считаю, очень важный шаг – это искать помощи. Возможно, это будет профессиональная помощь, как всяких специалистов, врачей, психологов, коучей. Возможно, это будут друзья. Вы знаете, если я смотрю на всю свою жизнь и даже вот что меня делало человеком, я, у меня есть огромное количество людей, которым я очень благодарна, которые вот повлияли на мою жизнь. И что я сейчас делаю, я очень как бы серьезно отношусь к воспитанию трех дочерей у меня. Я окружаю их людьми, которые могут влиять на них. Вот это такой лайфхак для родителей, потому что бывает такое, когда, ну, особенно в подростковом возрасте, когда родители, ну, ребенок перестает слышать. Вернее, он слушает их, но он не слышит на какой-то. Но другой человек говорит ему то же самое, и у него как будто бы вот звезды открываются, у него что-то в голове зажигается, какая-то лампочка, и он видит вот это. Поэтому нужно себя окружать людьми, близкими людьми, друзьями, наставниками, какими-то. Но, конечно, выбирать себе помощника надо очень-очень осторожно, потому что не все помощники будут приносить пользу. Следующий шаг, для чего, чтобы мы дальше могли дать, и нам ничего не мешало, это укрепляем вот эту стену, укрепляем стену нашей жизни, укрепляем стену нашего разума, укрепляем стену наших эмоций и убираем все лишнее, и мы идем дальше. Тогда мы, когда уже у нас есть стержень внутренний, да, тогда мы уже не боимся идти по этой жизни, мы не боимся презентовать, мы не боимся людей, а вот как вообще на нас посмотрят, там, да, потому что если нету стержня, мы всегда будем оглядываться на других людей и думать, а вот, ну, там, наверное, раз он на меня посмотрел так, что-то я сделала не так, либо еще что-нибудь. И, ну, даже если ощущение, что это нету, на самом деле это огромное количество людей, может быть, я не знаю, к тебе лично это не относится, да, если ты успешный уже и научился собой, но огромное количество людей, с которыми я работала, у них нету внутреннего стержня, они очень сильно зависят от других людей, от взгляда других людей. И в таких случаях я вот своим детям всегда учу и говорю, если на тебя кто-то посмотрел, совсем не обязательно, что он имеет что-то против тебя, просто у него, может быть, плохое настроение, у него мысли в этот момент, да, какие-то, поэтому не надо воспринимать все на свой счет. Иди и делай вот то, что ты считаешь нужным делать. Какие же вот эти вот барьеры, да, какие? Я их разделила на четыре основных частей. Первая часть – это что касается нашей безопасности, да, если мы чувствуем, что что-то нам мешает, мы это стараемся защитить, мы стараемся отбросить это. Сюда, конечно, входят различные страхи. Люди вообще полны страхами. Мы смотрим, как, знаете, как огромный-огромный эту скалу, и нам так страшно, и думаем, ну точно мы на нее не влезем. Это нереальность. Поэтому что мы начинаем делать? Мы начинаем уходить. Мы перестаем вообще что-то делать. Мы перестаем двигаться. Мы боимся быть отвергнутыми, провалиться, потерпеть неудачу. Мы вообще боимся страха успеха, потому что… А вдруг у меня получится? Что-то вообще там будет дальше, да? Вот, и даже тот же самый, знаете, когда вот обычный сейлер, который что-то продает, да, если у него, он всего-то боится, он не сможет быть успешным в своей профессии, продвигать тот товар, который он, ну как бы представляет обществу. А потом у нас вообще отсутствует ответственность. Мы всегда склонны, ну как бы вот на других. Мы не хотим ответственность брать за свою жизнь, за цели, за ресурсы. Мы вот виноваты родители. Особенно, знаете, вот одно время психологи очень сильно помогали, и я когда была в этой профессии, я всегда взмущалась. Мне внутреннее негодование было на, когда, знаете, психолог перекладывает ответственность. А вот у тебя в детстве так было, ты был недолюбленный, или какие-то трудности были. И ребенок, взрослый человек, вернее, живет, и как бы всего, все вокруг обвиняет. И если мы посмотрим вообще на успешных людей, я иногда читала, вот какие-то... Две минуты еще. Отлично, супер. То они видят плюсы, да, кто им помогал, но они никогда не будут говорить, кто им или что мешал. Потом у нас есть рамки возможности наши. Мы не уверены в себе, у нас низкая самооценка, мы довольствуемся часто малым. Знаете, иметь синицу лучше в руке, чем журавли в небе. Конечно, у нас могут быть какие-то особенности, там наше здоровье, у некоторых этих людей на самом деле есть ограничения. Но если вспомним, да, есть люди, которые добились больших успехов, имея какие-то особенности развития. Потом у нас отсутствует энергия. Мотивацию сейчас вообще, эта тема такая очень важная, но еще какой, я не буду за нее острять внимание, я хочу заострить внимание на наш сниженный жизненный тонус. Мы как будто, вы знаете, все время грустные. У нас голоса нет, когда мы разговариваем с другими людьми. У нас есть, с одной стороны, мы всегда грустные ходим, а с другой стороны, мы себе позволяем там выходить из себя. Да, вот я ее, вот эти вещи, выходить из себя, называю эмоциональной распущенностью, когда человек не может держать себя в узде. Ну и следующий шаг, это, конечно, нам нужны экспертности. Возможно, у нас отсутствует экспертность, поэтому мы не идем и не продвигаем себя. Для этого очень много ресурсов сейчас и знания всякие, тренировку мы можем приобрести и опыт. Либо еще второй вариант, это, конечно, как вечный студент. Знаете, когда мы вечно учимся, но не хотим дальше идти и что-то делать, что-то развивать себя. Поэтому вот поделилась с вами, что я, как бы, мое мнение по этому поводу. Если было кому-то польза, ну, как бы, я буду рада. Вот, я бы хотела понять, как все это... Давайте поаплодируем. Как мне, Леш? Супер. Значит, сейчас я пока представлю следующего спикера. Ты передай в горе права управления. И проверь, пожалуйста, нет ли людей, которые хотят войти в конференцию, и у тебя должен быть синенький квадрин, ну, такой синенькая кнопочка гореть на экране. Так, синяя кнопочка. Проверь, если кто-то хочет войти в конференцию, то сейчас приходится впускать руками, вот наверху экрана где-нибудь горит синенькая кнопочка. Впустить там кто-то хочет. Есть такие кнопочки? Нет, Леш, у меня нету, но я, наверное, надо передать Зое. Зоя, здравствуйте. Я сейчас вам передаю. Зою, да, и сделать ее организацию. Зою, я вижу. Сегодня у нас такая система. Так, и пока Оксана передает Зое права администратора, я хочу представить эту удивительную женщину, девушку, и прежде всего за ее невероятное смирение. Я просто стоя аплодирую. Почему? Сейчас вы поймете. Значит, я прочитаю, кто она. Значит, Зоя Иванова. Экономист, преподаватель МГУ имени Ломоносова. Дальше непонятные мне слова. Высшее заведение в Берлине. Менеджмент Академия. Где-то еще. Кандидат экономических наук, мировая экономика, экономические отношения. Executive Coach. Это коучинг или коуч первых лиц компании. Член правления руководителя Комитета международного развития АРК. Бизнес-тренер-консультант с опытом работы более 25 лет. Фасилитатор, участник-модератор международных конференций, создатель обучающих и креативных мероприятий в России, Германии, Австрии, Франции, США и другие. Меня просто распирает от удовольствия читать вот эти факты о человеке. И она сегодня с нами. Все, приветствуем нашего хедлайнера. Так, Оксана, значит, ты закрой свою демонстрацию. Ну, понес, как вы меня демонстрацию видите? Демонстрацию экрана, выключай свою. Леш, как мне выключить, отдать? Ну, давай, еще не грани кнопочку, прекратить демонстрацию. Давай. Внизу зеленая такая, где включали, там будет кнопочка остановить. Нажмите, появится остановить демонстрацию. Так. Все. Да, и видео выключай свое. Все. Так, ага, окей. Правильно я сделала. Сейчас, секунду. А теперь мне надо дать права организатора. Это нажать на участников, найти меня. Так, нажимаешь на звук. А запись можно временно остановить. Мэй хуст, да? Мэй хуст, да? Эти участники. Время через прекрасную такую академию христианского коучинга, где я на тему выгорания, кстати, выступала, мне кажется, год назад. Я сейчас включу свою презентацию. Сейчас я посмотрю. Да, вот она. Окей. Зоя, у вас полчаса по нашему плану. Так, Оксана, да? Полчаса? Поменьше можно, знаете, даже сейчас. И я сделал специально, у меня не было в аккаунте функций этих групп. Можно сделать групповую работу. Кажется, вы хотели это сделать. У вас... Вы знаете, у нас-то не так много народу, я смотрю, да? Да. Я прям так буду задавать, и вы можете свои там комментарии оставлять. В чате мы их будем обсуждать, или вы мне будете подсказывать. Держите свой микрофон включенным, и будете собирать то, что думают участники. Вы знаете, вот тема такая. Ну, я давно очень, 20 лет, и бизнес-тренер, и коуч с другим там своим профессиональным образованием, что очень важно для меня оказалось. И вот для тех, ну, особенно начинающих, если какие-то вещи там, капитан, очевидность буду говорить, для тех, у кого большой опыт, то уж прошу прощения. Вот часто, знаете, для тренера такой на вольных хлебах, он начинается вот на волю. Помните, как в фильме про Мингаузин, да, на волю, всех на волю, да, ура, на свободу. Теперь я сам себе хозяин, я не работаю там у чужого дяди тетю, у меня есть в течение моей миссии, призвания, хочу учить, обучать и так далее. Да, и вот воспринимается час как свобода, наконец-то могу делать то, что хочу или что. Ну, вот тема там моего выступления сегодня. И, ну, здесь вот кратко, знаете, я там все прекрасно Алексею уже рассказал. Знаете, я показываю не столько для, сейчас покажу мне некоторые вещи, не столько для того, чтобы как бы похвастаться своими регалиями, а чтобы пояснить, для чего это важно. Вот здесь QR-код, видите, можете найти мне в фейсбуке Инстаграме, но ВКонтакте я редко бываю и так далее. Вообще я и в клубхаусе уже, введу комнату, потом скажу. Обучение. Оно очень важно, и, конечно, мое обучение, такое кандидат наук, очень важно, когда человек планирует свою самостоятельную деятельность. Почему? Да, ну, много языков знаю, тоже полезно. Специализация обширная, за 20 лет как бы несложно накопить, она тоже помогает потом, поясню почему. Это, правда, не мой совет, сейчас советуют найти нишу, стучать в нее как дятел. Вот, но это, скажем так, моя особенность, мне было очень много чего интересного, зато это помогает в работе, диверсификации и подборе того, там, что подходит для клиентов, в том числе, когда я выступаю консультантом или коучем. И заметьте, очень много не тренерской подготовки, а именно какой. Ну, в коучинге тоже очень длительная, и получал я ее в Германии. Она мне помогает строить свою работу тренера, тоже как коуч, то есть ставить человека в центр происходящего и все вот то, что сейчас приписывает андрогогика, как мы обучаем взрослых, вы же обучаете взрослых, людей, не детей, это очень важно знать. И заметьте, очень много всяких других вещей, которые помогают мне понимать, вообще иметь такое целостное представление об участниках, о процессе, о компании, о системе, в которой работает компания, и это помогает оптимизировать то, что я для них делаю. Вот видите, там слева это Жан Бекки, председатель французской ассоциации эриксонской терапии, например, и Михаил Романович Гизбург, который я изучала эриксонскую терапию, его уже нет, к сожалению, с нами. В центре вот Михаил Кларин, ну, он такой известный фигурой в образовании тоже и в коучинге. Это демо-супервизии, демо-сессии коучинга, это 2014 год, по-моему, когда вот подняли вопрос о профессиональных компетенциях. Там профессиональные компетенции тренера вообще, по-моему, не прописаны еще и толком, да, и мы вот разговаривали о разных аспектах. Я представляла свою работу на обозрение всеобщее, получала обратную связь. Вот справа, это я на международном коллоквиуме в Берлине, которое организует самая такая известная школа бизнеса European School of Management and Technology и Kets de Vries, если вам эти имена знакомы. То есть это, знаете, масса активности, усилий, затрачиваемых, в том числе и средств на всякие поездки, оплаты, участие, да. То есть это путь, это вот такой небольшой коностас. Для чего там? Опять же, не в том, чтобы похвастаться. Просто, чтобы понять, вот огромная разновидность деятельности, которая, собственно, и ложится в основу работы. И вопрос вот к вам, да, всегда, когда человек выходит в свободное плавание, я взяла так метафорически, за этим, конечно, стоит определенное описание, ваш корабль, и к нему картинка, это не случайно. Это здание экономического университета в Вене, построенное, ну, спроектированное известнейшим, известным очень архитектором, но женщина Заха ходит, и оно напоминает корабль, это корабль знаний. Да, что ваш корабль, вот он какой, насколько усочен ваше самоустояние в мире, да, на что вы опираетесь, что вы берете на этом корабле в качестве вот карго и текелажа, то есть груза и того, что все связывается, снасти, оснащение корабля, да, насколько оно основательно, многостороннее, насколько хорошо, уверенно вы себя чувствуете, да, и маяк. То есть, а что вами движет? Ну, то, что любят, так сказать, упаковать в понятие миссия. На самом деле, вот, если взять, знаете, слова апостола Павла, он говорил для того, чтобы нести слово Божие, да, я буду говорить с римлянином, как римлянин, с иудеем, как иудей, с господином, как господин, с рабом, как раб. На языке. Вопрос звучит, ну, известная такая цитата, она, вам, наверное, тоже известна, и звучит так, как если бы это было легко. А на самом деле вопрос, вот спросите его, он был образованный человек для своего времени, насколько ему доставляло удовольствие, там, говорить с рабом на языке раба, и с другими людьми. Вам. Клиенты все очень разные. Мне когда иногда говорят, там, в тренинге, вы знаете, вот у нас такие клиенты, с ними работать так непросто. Я говорю, ну, конечно, говорю, мне, моих клиентов, знаете, на Марсе в теплице выращивают и привозят, там, доставляют в нужное для меня время, с карманами, там, полными денег и так далее. Да, это обычные люди. И говорить с ними на их языке, понимать их нужды, и вот переходить с одного языка, понимаете, неформально на другой, да, ему что, вот особо радость доставлял, да тоже, наверное, было непросто и так далее. Но ради великой цели своей он это делал. Вот, знаете, когда тренеры очень, ну, сейчас это популярно, вот просто там учить продажам и так далее. А для чего это все? И если человек неведом своей какой-то целью, что вас приводит в эту сферу, и она не является, эта цель поддерживающая, потому что деньги – это только средства, она не является поддерживающей, там-то и наступает выгорание, потому что человек утрачивает смысл, и мы попозже, я на эту тему там тоже кое-что вам покажу. И вот мы, когда разговаривали с Алексеем, чем могло быть там полезно мое выступление для вас, и вот тут можно уже там свои комментарии будет давать, это очень полезно, и перед тем, как человек начинает заниматься этой деятельностью, да, спросить себя, вот я как тренер, я как бизнесмен, как предприниматель, насколько я к этому готов, да, есть ли у меня вот такая организационная, ну, хотя бы на уровне проекта, экономическая, финансовая грамотность, да, насколько я ей владею. Вот здесь вот «Капитал Маркса» – это лично моя книга, университет в свое время, я преподаватель политэкономии, по своему экономист, по своему диплому, который у меня еще с 70-х годов, и это приходилось читать, конечно, и конспектировать, зато отличная такая привычка к структуре, и вообще, скажем, университет дает изучение экономической теории со времен царя гороха, да, вообще все, что есть. И вот это вот базовое понимание, даже не современное, просто я куда-то пойду, там, на какой-то курсе мне расскажут про бизнес-модель, оно очень глубокое. Но выражаясь таки все-таки современным языком, да, то для себя важно выделять. Ну, вы знаете, икигай, там, при слову, да, что знаю, что умею, что люблю, за что платят деньги. Но вот здесь даже на этом уровне вспоминаем корабль, мой корабль, на что я могу, мой багаж, в смысле там карго и такелаж, что знаю, что умею, что люблю. Вот насколько вы, в принципе, в жизни, на разные этапы жизни, мы же постоянно обогащаем себя разными знаниями, задаетесь этим вопросом. Вот мои знания и в чем они? Из чего они состоят? Они не всегда столь однозначно, там, это те дисциплины, которые прописаны в дипломе. Люди неожиданно умеют очень многое и знают, только не задумываются над этим. Когда я там работаю с клиентами, не бывают и карьерные переходы и так далее, что-то они меняют, или думают, там, передать ли бизнес просто управляющим, что-то, да, а куда еще пойду, а умеют, там же других людей не так важно. Вот. Как часто вы делаете анализ? И что вы знаете о своих знаниях, что не знаете, на кого еще можно опереться? Это вообще замечательная вещь для себя, мои знания, мои навыки, знаете, знать не значит уметь, мой опыт, какой он у вас, в чем, и мой опыт обучения. Для меня очень важно было, я очень много училась, и я при этом, так знаете, анализировала, что мне нравится, что не нравится. Вот когда преподают, а что скучно, а что делает это скучным? А вот это преподаватель увлекает, а чем? Просто какими-то поверхностными фишками или действительно глубиной своей. Я очень много анализировала то, как преподают другие люди, то есть свои ощущения по поводу их преподавания. Или что-то было очень ярким, знаете, я в университете изучала, я была экономика зарубежных стран, и языки были немецкие, в смысле английский и польский. Польский основной, у нас была, знаете, такая вот преподавательница, она три шкуры драла с нас, совершенно, да. А английский была такая, ну, тусовщица, она была очень стильная женщина, с ней было приятно прийти и поболтать, и так далее. Так вот, польский я знала бельсяще, английский потом приходилось дотягивать. И когда мне пришлось, ну, пришлось, это приятно было, пришлось, потому что у меня была возможность диплом писать в университете Гумбольд, и я там училась потом, я быстро изучала немецкий язык, то благодарилась вот этот вот опыт, как с тебя дерут три шкуры, для того, чтобы ты выучил язык. И это мне очень помогло, действительно, там, за пару месяцев освоить язык настолько, что я была в состоянии общаться, работать в библиотеке, там, и писать свою дипломную работу, за которую там отлично получила, и с красным дипломом университетом, что тоже не так малозначительно. Вот, и когда вы задумываетесь, вот сделали такой некий чек своих, там, вот вернусь, там, знания, умения, навыков, вот прям реально надо прописать, на что я опираюсь в жизни. Я не на чек-листы и на чужие опираюсь, я, конечно, опираюсь на свой опыт, потому что наша опора, может, это то, что у нас прожито. И вот, когда, знаете, есть такое понятие «customer segments», что вы выделяете в качестве сегментов, вот это вот кому оказываете услуги, а не кто. И вроде как люди так там описывают их, даже могут описать, кто они. Вот когда спросишь, а чем ваши клиенты вам важны, потому что я иногда там и ментором, и трекером, и тьютером выступаю для развивающихся специалистов, чем они вам важны. И вот тут заметьте, вот вам вопрос. Я сейчас посмотрю, вижу ли я чатик. Так, чатик, чатик. Так, сейчас посмотрю, да, вижу. Сейчас я его для себя раскрою. Вот смотрите. Вот и чем они для вас важны? Если только деньгами, например, деньги, и вот охарактеризовать своих клиентов одним словом, что это денежные мешки, это какие-то люди, которые… Или это кто? И вот, знаете, неожиданно бывают люди, начинают задумывать, а не правда для меня кто? И вот я вам могу сказать, для меня вот это кто? Мои клиенты мне совершенно не безразлично, в каком мире я живу. Мне очень важно, чтобы вокруг были люди, с которыми, во-первых, интересно, это умные, ответственные люди, которые совершают какой-то вклад важный в развитие и общества, и планеты всей. И это, между прочим, определяет то, с кем я работаю. Вот кому я оказываю? Я работаю не со всеми. Я провожу тренинги не на все темы и не со всем типом клиентов. И это для меня очень важно. И вот для вас, например, кому вы оказываете услуги? Чем ваши клиенты вам важны? Люди, которым нужны мои знания? Ну, чего-либо? Вот чего-либо? Чего эти люди? Пойдут? Они успешно, не знаю, начнут наркотики продавать? Или они там оружие будут выпускать? Или они что будут делать? Вот вы к чему их подготовите? И вы будете учить впаривать все подряд? Ну, я не вам, да, в принципе, так себе. Знаете, есть очень масса тренингов, где люди обучают, научим вас продать что угодно. А я вот провожу тренинги противостояния, манипуляциями, обучаю людей не покупать все то, что угодно, что им впаривают. А задумываться над этим. При этом я им говорю, вы знаете, вот всех, кто что-то продают, это их работа. Вот тоже я вас понимаю. Я не пойду там что-то, да, вот улучшать мир. И тот вопрос, да, а какой мир он лучше? Это я придумала, что этот мир будет лучше, там, или придумала, и так далее. Очень много интересных вопросов. Я их почему вам тут задаю? Потому что в продвижении, да, вот используются в своей жизни, используются в своей жизни для чего? В продвижении себя, ну, вы знаете, пишут тексты, надо публиковать статьи, быть вот visible, видимым и так далее. И люди спрашивают, о чем писать? Или там что-то нанимают копирайтеров, которые пишут, или они какое-то однотипное бла-бла. А вот когда вы для себя задаете эти вопросы себе, кому вы их оказываете, чем они вам важны, кто они для вас, да, и так далее, то вот масса тем, масса тем, которые помогают проявиться, и проявиться именно вам. Вот эта пресловутая уникальность, которая сейчас тоже за такой затертый слов, когда на эти вопросы вы отвечаете себе, и на них пишете, вы становитесь понятны другим людям, да, зачем вы им нужны. Знаете, я сейчас не вижу... Пожалуйста, чтобы мне не отвлекаться. Наталья, отключите микрофон. Микрофон вы отключайте просто. Я занята, я... Посмотрите. А что микрофон? Сейчас я вижу Ирину, по-моему. Выключи звук. Окей. И вот там вопрос уже такой практически. Вы себя спрашиваете, как можно найти их быстро? Где они? При помощи чего вы их находите? Я очень много выступаю. Ну, там не для поиска клиентов как такового, да, потому что я на всяких форумах, и очень много того, что называете интеллектуальное волонтерство, там, когда попросят на разные темы, и высыпься, очень много выступаю. И я придерживаюсь там, конечно, своих ценностей всегда. И вот те люди, которым важно то же, что ими, они меня потом находят. Но это, знаете, многолетний труд. Вот 10 лет я была в Союзе немецкой экономики в двух комитетах. Комитет по культуре, комитете по культуре связи с общественностью и комитете по персоналу. Огромная там была активность сделана, выступала на конференциях, и люди видят, да, этот человек что-то из себя представляет. Он разбирается в том, что нужно. Вот оттуда клиенты приходили. В чем ценность ваша? Сейчас люди гадают, но это в чем? Как узнать? Спросить. И вот здесь, конечно, тоже стесняются часто тренера спрашивать, просить обратную связь. На самом деле, как попросить? Я все время объясняю, для чего я ее прошу. Мне важно понять, что получилось, что нет, что помогло, что нет. И люди рассказывают и объясняют, и в чем ценность. Я знаю, например, в чем именно моя ценность для них, потому что другие тренеры, другие ценные чем-то и так далее. И как вы это делаете? Как вы определяете? Ее не надо стесняться определять. Я на заре там своей тренинговой, ну, в нулевые годы, я приглашала, ну, мне нужны были ассистенты, я специально приглашала людей не тренерской среды, а такие, ну, как бы обычные люди. И просила их потом давать мне обратную связь искреннюю, пусть нелицеприятную, какая бы она ни была. И вот они как раз, как участники, где скучно, где что, что помогало, что-нибудь помогало, что вызвало недоумение, устраивало ли, удобно ли было, научились ли они чему и так далее. Вот они поподробнее высказывают то, что происходит, потому что участникам там, ну, как-то непривычно и не хочется, бывает, себя утруждать. Это очень такой важный момент, вот это интервьюирование и сбор обратных связей, в чем цена ваша работа именно. Здесь точки контакта. Это все вот вы, когда про бизнес-модельство думаете, где и как вы взаимодействуете с клиентами, где. Это только соцсети, ну, вероятность того, что там заметят и так далее. Куда вы еще выходите? Вот когда коучи меня спрашивают, я им советую, знаете, есть масса там некоммерческих организаций, есть центры занятости. Это не самый легкий опыт. Там все время, конечно, жду, что идет тренинг. Да. Опять кто-то включил микрофончик. Это как-то, например, ваил. Угу. Понимаешь? Да, там какие-то разговоры, я не всех вижу. Знаете, вот эти точки контакта, куда вы выходите, что вы себе разрешаете, у меня, знаете, бывают, ага, у Натальи есть, у меня бывают, ну, и клиенты, скажем, в других странах, вот из Германии, например, они, ну, или коучи тоже, или тренеры. Я им говорю, вы, извините, перескочила у меня, вы выходите, вот там есть тоже союзы, экономики разные, у них масса есть профессиональных союзов по различным отраслям промышленности, им тоже наверняка интересно, вы можете им предложить проекты, вы можете там что-то поделать, но им это не приходит в голову, что это можно, они стесняются, мне многое приходит в голову, и вот такой обзор очень широкий, куда, где можно предложить взаимодействие, что-то сделать, выступить на конференции, проявить себя, и там вот Оксана говорила, конечно, вот там все эти страхи, предъявления, ну, это такая, знаете, тема работы или с психологом, или с супервизором, отлично прорабатываемая тема, это никакая-то не безнадега и не диагноз пожизненный, тут вы заодно выявляете, и вот я вас призываю обогащать от своей палитры точек взаимодействия, точек контакта, где, где вы можете выйти, о чем вы можете поговорить, что вы можете поделать, и что вы понимаете под взаимодействием, у нас иногда это понимает какое-то навязывание или непременную продажу чего-то, для меня нет, я с очень многими людьми в контакте, я узнаю, чем они живут, вот в самолете недавно летела, в соседство сидела, что называется, владелец заводов и пароходов, поговорили с ним про отрасль, рыбную ловлю, как вообще есть персонал, как готовят и так далее, вот я в курсе того, чем живет этот бизнес, про рыбу заодно и вы можете выстроить, это интересная тема, развитие отношений, и здесь вот органически переходим в эту тему, ваши коммуникативные компетенции, отдаете ли вы в себе в них отчет, общаетесь вы с другими, просите ли вам и дать вам обратную связь по поводу вашего коммуникативного стиля, вот я тренер по коммуникативному, эффективной коммуникации взаимодействию, 20 лет уже, там много таких подводных камней, и когда работаешь с людьми, ну вот топ-менеджеры, они отдают себе отчет, да, она что-то там делала со своим стилем, коммуникативным, вот насколько вы, культура делового взаимодействия, все это ведение переписки, там, предоставление опять обратной связи, обсуждения, переговоры, культура поддержания развития отношений, это очень важный аспект в бизнес-модели, то, на чем стоит задуматься, как вы смотрите на возможности для получения дохода, что, кто, как, насколько дифференцирована ваша деятельность, ну вот только тренинги, тренинги, а вдруг что-то еще, а вдруг кого-то поконсультировать надо, а вдруг вот можно на кого-то индивидуальную такой цикл сессий делать тренингов, я делаю, например, кому-то для индивидуального развития, насколько этим владеете, как можете выстроить всю эту цепочку, разбить, то на большой тренинг, то на цикл маленьких, там, вебинаров и так далее, что вы еще умеете, да, гибкость мышления, способность пересобрать услуги, вот привыкли к этому, мне, когда спрашивают, тренинг, я слушаю, они говорят, нам надо про это, я говорю, расскажите, что болит, как сейчас, да, в чем проблема, а в чем именно проявляется, а в чем, я могу собрать, я собираю под запрос, у меня нет таких коробочных вещей, ну, просто много их, но вот это надо понимать, что с чем складывается, а что вы можете предложить, а может быть, какие-то там две темы изучите и складываете из них там под запрос, это ценится, конечно, очень, вот эти вот кастомайз, адаптированные к потребностям заказчика, это, конечно, самое ценное, но для этого надо уметь и быстро соображать, иногда приду, мне говорят, ой, у нас такие уже продвинутые, все, пожалуйста, им что-то такое, вот уже, да с удовольствием, да ел банальные вещи делать, придешь, ну, по людям видно, что, конечно, знаете, как вот простых вещей не понимают, но я на ходу могу это пересобрать, потому что, учение и так далее, тому, чтобы человек осознал неосознаваемое, то, с чем он сопротивляется, работать с сопротивлением очень важно себе представлять, мне, конечно, не составляет труда все это пересобрать на ходу, но для этого, вот на этом каргу, на вашем корабле хорошо бы этим обладать, и затем, значит, следующий такой момент, вот для получения дохода видеть, а что еще, а что еще могу, а что еще могу, это реально этим надо заниматься, потому что не просто тренеру, который вышел в, как мне очень мышка заедает, вот, определились, да, и важно посмотреть на ключевые ресурсы достаточно трезво, какие ресурсы, интеллектуальные, а что знаю, что вытяну, что вообще мне по силам, вот как здесь работает, это такой серьезный момент, какие знания есть, на что можно опереться, это не то, что обесценивать себя, просто достаточно трезво посмотреть, а вот если какая-то сложная ситуация, и вам задают там сложные вопросы и так далее, насколько тянете, готовы на это все ответить, готовы таким достойным источникам для информации и так далее, материальные, что у вас есть, в принципе, да, реально, что есть из того, что вы можете инвестировать в эту свою деятельность, и достаточно там хорошего качества, оборудование, если даже вы просто куда-то приезжаете, вот я помню, пара компьютеров, даже был один, знаете, была готова ко всему, а вдруг там не удастся показывать что-то, и вот компьютер с большим экраном, и на крайний случай, если небольшая, может, раньше как-то много было накладок, сейчас все-таки получится много оборудованных помещений, а вот тогда, почти 20 лет назад, не просто было, куда-то придешь, а там у них что-то нет или что-то не работает, ну, в общем, у меня был компьютер с большим экраном, чтобы на крайнях, как говорится, можно было его использовать для демонстрации, там эти 6-7 человек могли бы и так усесться, и свой проектор, например, и так далее, да, и тут подумать, ну, что есть, что есть смыслом обзаботиться, чем нет, гаджетами какого рода, у меня был iPad большой, iPad маленький, вообще что-то крохотное, а вот читать с ладони, а здесь вот можно подключить кучу всяких переходников, я бы реально готова ко всему была, почему, потому что клиенту должно быть удобно, а это инвестиции, материальные, которые полагают и финансовые, в том числе, на что есть деньги, на помощников, там на, не знаю, кто-то, кто какие-то суперпрезентации делает, пока сами научились, и на самом деле, стоит ли там инвестировать свое время, может и право кому-то поручить, и человеческие, есть ли помощники, могут ли быть члены семьи помощников, знаете, вот так 20 лет назад я наблюдала, многие, ну, особенно женщины, они как бы развивали какие-то свои онлайн-бизнесы, когда муж-айтишник, или там сын, кто-то есть, кто поможет, сайт сделать, сейчас очень много специалистов тогда не было, и для многих была поддержка эта, есть кто-то поможет, и на самом деле, дети и родственники, ну, такие, они могут быть ненадежными, потому что они не считают, что они что-то должны, но часто вот бывает, когда там муж-айтишник заодно, или он там в бизнесе разбирается, это, конечно, такой хороший ресурс, и так посмотреть, а есть ли на что вы можете опереться, в плане таком человеческом, помощников, там, надежных людей, которые могут для вас сделать что-то, в самом начале, такие тоже моменты, про которые стоит и подумать, это операционная деятельность, насколько вы в процессах хороши, какие подходы в работе используете, управляете ли знаниями, соображаете ли быстро, что надо добавить, откуда взять, там, из чего пересобрать, инфраструктура, как организована, структура издержек, насколько себе представляете, вот есть важные издержки, без которых нельзя обойти, есть слишком дорогие, надо ли непременно там сразу какого-то дорогого фотографа нанимать, в какой-то области и надо, в какой-то там вот дизайн, презентация, вот он уже и должен быть такой, иначе там где-то разговаривать не станут, и это такая, надо ли вот свое время прямо так вот тратить, или дешевле нанять кого-то, оно может быть дешевле нанять, но может быть ненадежно, это все вопросы, над которыми стоит задуматься, кстати, есть люди, которые действительно, им интересно, они на эту тему рассказывают, Алексей наверняка там вас тоже просвещает по этой части, ключевые партнеры, что-то не под силу, одному одной, с кем партнерюсь, что выношу в партнерство, можно там и нанять бухгалтера, знаете, когда человек все-таки тренерской деятельностью становится, еще две с половиной минуты, да, да, вот и поддерживающая среда, смотрите, знаете, что хочу показать, и вот кастер-экспириенс тоже, насколько приятно вашим партнерам с вами работать, в близком окружении, тоже очень важные моменты, и вот хотела вам показать, я тут запросы разместила в группе в Фейсбуке, там постоянно, найдите тренера, посоветуйте, люди пишут, и вот очень разные опыты у заказчиков, то пишут не знам и чего, а вот этот вот писал, вот здесь справа, да, звонили, своих поливали грязью коллег, и так далее, то есть вот важно на это обращать внимание, достойно представлять его, и осознавать, что непростые бывают чувства, у самого Меркоуча, это было исследование немецкое, и тренеров 96% на времени нет, используют негативные эмоции, давление результата, обесценивание, выгорание, стресс и так далее, к этому надо доноситься очень серьезно, тема выгорания обращали на нее внимание, смотрите, как нам много казалось, вот это все есть, истощение состраданием, контрперенос, завышенные требования, соответствие, работа слишком сложная, не тянутая, человек начинает обесценивать себя, все это приводит к выгоранию, все это надо серьезно работать, я всем советую психогиену свою совершать, вот я психосоматическим коучингом занимаюсь в том числе, знаете, вот напоследок, впоследок вам скажу, остановлю презентацию, смотрите, что-то я даже не думала, что будет так много, а еще хотела в группах поработать, вы знаете, могли использоваться в жизни в дальнейшей, времени так уже и не осталось, Алексей, от задумки магии, но я надеюсь, на самом деле, на такой пролонгированный эффект, что много вопросов вы зададите себе сами, умные люди, и найдете для них и темы для себя, и темы, на которые можно писать, для других людей, потому что, я думаю, для им это тоже очень важно. Ну, а давайте какой-нибудь, может быть, вопрос из чата, вот, друзья, у кого-нибудь, какие-нибудь вопросы созрели по ходу выступления Зои? Вы знаете, всегда можно обратиться, вы можете мне написать, я очень много пишу тоже у себя, и как пишут люди, им полезны мои тексты, новости в Фейсбуке, чаще всего пишут, в группе тренер-тренеру редко, но вы там тоже найдете для себя там что-то интересное, вы можете написать, и, надеюсь, найдете, откуда вы черпаете энергию. Вы знаете, я произвожу на людей впечатление энергичного человека. На самом деле, вот психогигена, я психосоматику, 15 лет ей занимаюсь, и она для меня огромная поддержка, потому что вот это наблюдение за собой, я не трачу время на то, чтобы там злиться на людей, выискивать там какие-то врагов и так далее, я могу работать с телесными маркерами, находить все эти вот замороженные эмоции, прорабатывать то, что психоген, я называюсь, вам интересно, я, правда, не провожу открытых мероприятий, крайне редко, вот сейчас для коучей будет психосоматический коучинг, если кому-то очень-очень надо, напишите, но она уже стартует, эта группа, Сандомирский, Марк Евгеньевич, кстати, вот заведете, но если вы готовы читать сложную литературу, кириллицей заведете sandomirsky.rf, там найдете два его труда, психосоматика и защита от стресса, это вам хватит на всю жизнь читать, там есть замечательные много упражнения, но мне помогает, вот эти знания, так что буду рада быть полезной вам, успехов, успехов в вашей школе, Алексей, пусть у нас будет больше важных и нужных тренеров, они очень нужны людям, помогать развивать их навыки, компетенции, смысл в жизни находить. Спасибо большое, я просто наслаждался процессом, вот как вы излагали, и прям брал себе мысли, расширял картину мира, как раз в последнее время, размышляя, правда, эти вот комитеты, гильдии, палаты, как бы предложить туда какие-то проекты, это очень интересное направление, и классно, что уже есть результаты. Я считаю, что надо ходить, возможно, откажут, не поймут, и что-то еще сделают, но мастера создает только опыт, ходить, предлагать в школы, где-то еще, можно много придумывать, с кем делать, обязательно тестируйте свое, говорю, практика, супервизия, обратная связь, практика, супервизия, обратная связь, и вот вы будете, ни один классный тренер не свалился с неба. Его делал труд, поддержка, конечно, смелость, способность принимать обратную связь, работать, развиваться дальше, вот этот маяк, что вами будет двигать в жизни, что-то более важное, конечно, тем деньги, хотя они нужны, но деньги это всего лишь инструмент, то, конечно, все получится, во что задумали. Спасибо, Алексей. Спасибо, да. Итак, передайте, пожалуйста, эстафетную палочку, вот есть МФ. Мария Федорова, выпускница тренинга тренеров сотня, с темой бизнес или будильник. Кого мне найти, подскажи? У нее, ну, как бы, нет, МФ, да, аббревиатура МФ, вот по-английски МФ, вот она. Сделается организатором. Измените организатора, да, я надеюсь, что все получилось. Да, друзья, для тех, кто сейчас с нами, я просто хочу проанонсировать, что когда будет 10 часов и мы закончим основную программу, я расскажу для тех, кому интересно, о программах тренерской школы, про сотню, про тут краткосрочную программу, день я сформулировал, то есть, как бы, кому интересно, будьте готовы поработать немножко дольше, чем до 10, Аси, и также, кому из вас нужна личная консультация по развитию своего тренерского пути, может быть, вы тренер, или только хотите им быть, то через группу «Темная лошадка» напишите мне, и мы с вами встретимся и поговорим. Итак, встречаем Марию Федорову. Тебе слово. Всем привет, меня слышно? Да, слышно. Алексей, отлично, все, спасибо. Ее видно. Так, да, сейчас включаю демонстрацию. Так, собственно, тема сегодняшнего нашего общения скажем так будет эффективный лидер и попытка подобрать ключи. Что это такое? Это попытка в сжатой несколько форм собрать, сконцентрировать весь необходимый, на мой взгляд, набор знаний для того, чтобы быть эффективным лидером. А также я предлагаю активно включиться в чате, и все, кто смог найти чат, поставьте, пожалуйста, плюсик для того, чтобы проверить, что у вас все работает, и оперативненько подключаться и отвечать на вопросы. Постараюсь их делать не очень сложными, но информативными. Вот, ага, отлично, плюсики я вижу. Вот, давайте начнем тогда, ну, кто я, мне кажется, в таком коротком формате не особо важно, вот, но очень важно, кто вы. Поставьте, пожалуйста, плюсик те люди, которые уже имеют у себя представление, кто такой эффективный лидер, и в знании этом особо сильно не нуждаются, вот, и минусик те, которые сейчас как раз ищут для себя активны в этой теме, или просто заинтересованы каким-то образом получить эту информацию, вот, и постарайтесь запомнить минусики, запомните тех, кто поставил плюсики, для того, чтобы обращать внимание на их ответы, потому что я так делаю, когда сама в чате тоже сижу отвечаю, для того, чтобы понимать, а что другие люди, помимо, да, меня, спикера, думают, предлагают, их мысли могут быть вам интересны, вот, отлично, я вижу, что у нас довольно большинство людей уже имеет какое-то представление о том, что такое лидер, и отлично, это в плане того, что мы сможем как раз меняться сейчас с вами частично опытом. Что такое лидер, эффективный лидер, из каких вещей он состоит? На данном месте я бы предложила разбить лидера на четыре составляющие, без которых по факту существование лидера невозможно, особенно эффективного. в данном случае мы видим, что у меня указана личность, да, что такое личность, все мы понимаем, что лидер это кто-то, и его внутренняя составляющая как раз и есть та личность, которая нас интересует, чем он себя наполнит, какими знаниями, опытом и прочими вещами, все помещается в этот блок, всем понятно, зафиксировали. Коммуникация зачем нам нужна, определенно тоже понятно, потому что лидер должен кому-то доносить информацию, лидировать над кем-то, вести кого-то куда-то, да, как Алексей интересное определение лидера давал, что лидер это человек, который ведет из точки А в точку Б, соответственно, нужно самовидение, которое мы пытаемся коммуницировать, да, при коммуникации передать, соответственно, получается коммуникация, в ходе которой передается видение какой-то личности, и я сюда поместила блок здоровья, потому что если вы больной лидер, вероятно, все три пункта выше у вас будут либо страдать, либо на них не будет времени, возможности, энергии, чего угодно, то есть мы будем очень жестко сильно проседать, поэтому наш фундамент, наши ключи состоят из этих четыре пункта. Давайте сейчас вместе разберемся, что мы ожидаем от личности, какие пункты, на ваш взгляд, напишите, должен иметь эффективный лидер, и постарайтесь три пункта написать, не просто что-то одно или накидать все, выделите три, на ваш взгляд, наиболее важных вещи, которые должны присутствовать у эффективного лидера. Рузвельт сидел в инвалидном кресле, но я надеюсь, что Рузвельт при этом мог выполнять остальные какие-то свои опции. Здоровье, которое я здесь имею в виду, это скорее отсутствие какого-то стресса и так далее, более плотно, дальше, если успеем, по времени я этот пункт расскажу. Что я вижу, в чем заключаются три пункта личности лидера? Ответственность, целеустремленность, воля, ответы, видение, коммуникация, ментальная фокусировка. Видение, коммуникация, фокусировка, это похоже на фундаменты, на которых базируется само лидерство, а вот что должно внутри личности быть? ответственность, целеустремленность, воля близок именно к тому, что я спрашиваю и как раз у меня вот они три пункта частично пересекаются. На мой взгляд, важно лидеру, эффективному лидеру иметь решительность, мудрость и ответственность. Разберем коротко каждое из вещей. Решительность, что это такое? Это способность действовать до конца. Очень важно отличать решительность от смелости, потому что очень часто человек, да мы это сделаем, это скорее какой-то оптимизм, готовность идти на риск, но способность довести ваше видение, решение до конца, вот это уже отличительная черта. Мудрость, это на мой взгляд, не просто мудрость принимать правильные какие-то решения, но это я отметила, как способность отстаивать свою позицию, то есть если у вас есть какое-то видение, и вы не можете его отстаивать, или не знаете, каким способом довести остальных людей до этой позиции, ну, на мой взгляд, это как раз просадка в этом блоке, в блоке мудрости и ответственность. Можно заметить, что у меня довольно нетривиальный подход к тому, что скрывается за общепринятыми словами, за ответственностью я бы выделила такую вещь, как уверенность в собственном превосходстве. Что это означает? Почему уверенность не умение, хотя это очень важно, выстроить превосходство, а именно уверенность. Часто люди могут выстраивать превосходство, но они либо не способны понять, что они это превосходство выстроили, либо не способны понять, что это превосходство заключается в чем-то конкретно, либо неуверенные, просто банальная неуверенность. Поэтому в данном случае, если вы уверены в превосходстве и умеете это превосходство выстраивать, только в этом случае, на мой взгляд, вы можете нести ответственность. Потому что по факту, сказав о том, что это беда на мне, мало что дает. А вот именно из-за того, что вы можете иметь уверенность в превосходстве и выстроить это превосходство, можно сказать, что мы несем ответственность. И сейчас коротко я представлю каждый из этих пунктов, так как особенно они еще и не простые, на мой взгляд, и простые одновременно. Видите фильмы, можете написать, можете написать примеры, накидать в чат. Но я предложу свои примеры, а вы накидать свои для того, чтобы людям потом можно было из чата взять. Я посмотрю тоже примеры. То есть решительность, примеры действовать до конца, какие-нибудь классные, удобные, на примере фильмов. Я могу привести, где герои внутри фильма как раз проявили решительность и вот эту способность действовать до конца. Это, например, фильм «Ви», значит, вендетта. Отличный пример, где главный герой так поступил. Если кто-то не видел, не буду пытаться спойлерить. И менее воинственный, скажем, но не менее решительный человек, который познал бесконечность. Значит, в плане мудрости тоже напишите мудрость, двоеточие, и ваши примеры фильмов. Я себе тоже наделаю скриншот и потом буду смотреть, потому что на примере фильмов лучше всего. Потому что когда тебе в какой-то момент времени нужно включить именно эту эмоцию, именно эту способность, ты такой вспоминаешь, о, Джон Уик, мне нужно вот как Джон Уик. Ну, то есть какая-то параллель, она подкрепляет, что ты прав, дает больше энергии, больше силы. Это на примере именно моего личного опыта. И я его, собственно, и предлагаю. Мудрость. На мой взгляд, очень классный пример мудрости – это Капитана в сериале «Стартрек» с Пикардом. То есть вот он, собственно, сам у нас на экране. И фильм «Герой 2002 года». Если кто его не видел, то я обязательно именно императора поставила в плане мудрости. И если будете смотреть, хотя фильм про другого человека, но в плане мудрости имеется в виду именно император. И я думаю, когда вы увидите концовку и соотнесете с параметром мудрость, вы поймете, что я имею в виду и почему. Ответственность. А ответственность, на мой взгляд, как раз вот этот пример, уверенность в собственном превосходстве отлично демонстрирует два фильма. «Триста спартанцев», где у нас по понятным причинам главный герой следуя воле свободного человека, принципам, которые выстраивался его народом. И, в принципе, у них бы все получилось, если не одна просадка, не один косяк. Но он построил эту уверенность внутри себя и взял ответственность за то, куда он повел народ. То есть, если бы он повел народ, не будучи уверенным в собственном превосходстве, можно было бы его назвать безумством. И мы бы не хотели, чтобы наш эффективный лидер был таким человеком. План побега – это менее воинственный пример, где человек не ведет толпу за собой, но и является при этом лидером и примером для других. Это главный герой Сталлоне, который взял ответственность за собственную судьбу и принял решение в относительно собственной судьбы. Так, ага, ага, вижу тоже примеры. Я себе сейчас сделаю на всякий случай скриншотик, чтобы потом это все посмотреть тоже из того, что не видела. Коммуникация. По коммуникации можно взять вообще кучу любых инструментов, которые хотите, как можно выстраивать коммуникацию. Вообще, одним нужно более законное. Я такой человек, мне вот для выстраивания коммуникации зашло соционика, психософия, физиогномика. Эти три пункта для меня просто сейчас краеугольный камень. Изучаю, развиваю очень загонно. Есть какие-то более простые примеры. Есть люди, опять же, согласно соционике, этики, которым информация о том, как коммуницировать правильно с другими людьми, что они сейчас чувствуют, как более правильно войти в их окружение или вообще выстроить у них какую-то определенную эмоцию. Им это легче. Они это буквально сами знают, и специально ничего изучать не надо. Для меня же эти функции находятся, опять же, по законам соционики, на слабых позициях. Мне нужно много чего перечитать, понять, опробовать на собственном опыте, и только после этого я что-то смогу правильное сделать. Приболела немного. Так вот, по соционике мы не успеем ничего сегодня разобрать. Это точно. Поэтому расскажу буквально последние два пункта быстренько. Какой инструмент по коммуникациям, мы поняли. Выбирайте на свой вкус и цвет. Моя рекомендация – те три инструмента в совокупности. Именно видение. Что нам важно? Нам нужна, опять же, точка А, откуда вести, точка Б, куда вести, представление, через какие точки вести, а то можно вот так вот плутать, можно плутать прямо, эффективно, неэффективно. Это все понятно. И что нам нужно? Нам нужно иметь на борту знания, желания. То есть, если у нас нет желания вести, мы вряд ли куда-то прийдем. Ну, чисто случайно. И без опыта знания наши и наше желание малоэффективны. Так как мы говорим про эффективного лидера, обязательно. Вот часто делают ошибку, эффект знания дает нам право думать, что мы уже все понимаем, мы ко всему готовы и со всем справимся. Самая простая ошибка лидера – это когда ты думаешь, что ты уже достаточно знаешь для того, чтобы что-то достичь, без опыта. Поэтому обязательно включаем в свою жизнь практику, опыт, не боимся совершать ошибки. Это все уже затертые предложения, но они являются краеугольным. То есть, знания и опыт. Те, кто уже у нас многие плюсики поставили, что не знают, кто такой эффективный лидер, я думаю, со мной согласятся. Так, и последний пункт – это здоровье. Сейчас. Немаловажный пункт, из чего состоит здоровье эффективного лидера. То есть, мы и как собственные задачи должны эффективно достигать, так и другим эффективно пытаться их помогать достигать. Вот как эффективно строить здоровье. Мой ответ, опять же, частично похож с первым спикером – сон. Всем понятно, но нужно. Просто пункты, чтобы иметь это все вместе. Вада. Все знают, мало кто соблюдает. Грамотное питание. Питаться в одно и то же время. Разнообразное питание. Не обязательно пытаться избегать жиров, фастфудов или чего угодно. Главное, чтобы в грамотном количестве не переедать. Немного сладкого, немного соли в одно время. И не пропускать особо сильно прогулки. Прости, время. Давай 30 секунд закругляйся. Я не предупредил за 2 минуты, прости. Ну, хорошо. Тогда поясню. Тут практически все, что есть, понятно. Поясню про прогулки эффект пустоты. Что здесь значит, мало кто поймет. Эффект пустоты в голове. Очень важно во время прогулок получать некий такой медитативный эффект. Когда ты идешь и не пытаешься решать свои задачи лидера или любые другие задачи по жизни. А именно смотришь на то, что происходит рядом, не нагружаешь свой мозг. Этот час-два прогулки, который будет именно с таким эффектом пустоты в голове, наиболее сильный дает эффект для того, чтобы сбрасывать стресс. Как говорили в чате, бывает ли лидер без стресса. Я таких людей встретил, которые решили этот вопрос путем именно правильных качественных прогулок. Всем спасибо. Если есть вопросы, задавайте. На этом у меня все. Ну, спасибо. Ты только разогрелась, да? И тут пора заканчивать. Но это тот необходимый опыт старта, чтобы поймать волну и регулярно обучать. Выключи, пожалуйста, презентацию и передай руководство. Марсель сейчас. Марсель Жукову. Он по-английски. МС у него. Такая. Логотипчик. Спасибо. Марсель, включи пока микрофон, камеру. Ты же здесь? Ага. Все, организатор. Я здесь. Да. Так. Елена Симонова, выключите себе камеру и микрофон. А вот все, Марсель. Ну что, значит, тебе слово. Сам введи в курс дела. Ты искал тему, о чем рассказать, и от тебя будет история. Как мы, я надеюсь, да? Да, да. Спасибо, Алексей, за приглашение. Очень классные спикеры здесь сегодня были. Прямо так все это рассказывали. Классно. Ну, у меня, в принципе, будет практически то же самое, только будет практическая часть, как я сам через это проходил, и буквально вот это происходило у меня, наверное, последний год. Так. Надо включить презентацию, наверное, да? Ну, давай, тебе сколько? Тебе 10 минут хватит? Да, вполне. Я не рассчитывал, что сильно много. Ну, давай, 10 минут, да. И потом у нас еще Елена сегодня. Так что, Лена, мы, как бы, ты готовься. Не уходи. Так, видно себе презентацию, да? Да. Твой, твоя, твой будильник. Ага, я думал, это Мария. Так, ну, тема у меня называется «Бизнес или будильник?» Вот в чем вопрос. Вот. И, ну, очень многие сейчас, ну, люди переходят в сферу предпринимательства, и я вот хотел рассказать именно, как я это все дело прошел, и исходя из, ну, практических частей. Вот. Ну, о себе. Вот я Марсель Жуков, да, здесь, как бы, есть мои контакты, презентации, вот, Инстаграм. Вот. Я женат уже 11 лет, вот, у меня двое детей, дочка маленькая, сейчас нам только-только укладывали спать, там, сын 11 лет. Вот. Имею два красных диплома, и на данный момент 6 источников дохода. Ну, в этом году планирую, ну, где-то еще 10 источников открыть. Вот. Ну, о себе, да, вот, как все вот началось, вот, я вот с детства, ну, с университета, да, я всегда был таким вот достигатором, да, я старался достичь вот самого пика того, что можно. Последние 15 лет я расскажу, что я работал в НАМИ, то есть 15 лет я работал в НАМИ, только потом я перешел в бизнес. Вот. И вот этот переход с нами в бизнес, вот, я вам сейчас расскажу. В техникуме, допустим, когда я учился, да, то есть я учился, да, отлично, вот, и я был таким достигатором, я был самым, наверное, первым студентом, который, самым главным отличником, наверное, который там и в спорте занимается там, и учится хорошо, ну, и везде участвует, в олимпиадах там и так далее. Вот. Потом начал осваивать там речную тематику, то есть в 22 года я уже стал капитаном теплохода, то есть я, наверное, был самым молодым капитаном в Москве, не знаю, может быть, даже в России. Вот. Потом, ну, примерно через 5 лет, наверное, капитаном поработал я 3 года, ну, получал так довольно маленькие деньги, вот, и, ну, где-то за 3 года, наверное, я выиграл там просто, ну, ушел там искать другую силу. Вот. В итоге, сейчас у меня у вас следующий слайд, наверное, ну, вот, да, здесь как-то немножко расписал. В 27 лет я уже пришел там к эксплуатации уже КХ, и там буквально за полгода я поднялся там почти до главного инженера, вот, и направляющего в ЖКХ, и так далее, тоже там поработал немного, вот, то есть, ну, в разные места, вот, то там, то тут, вот. В итоге пошел там теплоснаружение, и в 32 года, ну, сколько там, год поработал в одной компании, потом пришел в другую компанию, начальник эксплуатации, там месяц поработал, и сказали, «Ты годен для генерального директора». Вот. В итоге я принял компанию, там тогда она была в убытке, то есть ее держали только там для поддержания строительства. Это была такая котельная на небольшой район в Химках. Вот. В итоге там были там годовые убытки, там около 5 миллионов в год. Вот. Ну, примерно за два месяца я там перебрал компанию, полностью убрал там вот эти моменты, которые там несли убытки, ну, за два месяца, можно сказать, в ноль, и в течение трех лет я его вывел на доход в 7 миллионов в год. То есть, буквально в прошлом году, да, вот, написал заявление в декабре на увольнение, и получается вставать по будильнику. С 31 декабря я уже перестал. Вот. Слышно меня? Слышно, слышно? Да, да, слышно. Что же значит это жить вот по будильнику, да? Это значит, надо подчиняться чужим приказам, чужим правилам, протоколам и так далее, которые ты не создавал и для себя ты его не делал. Вот. Доход, да, от работника тоже вот ограничен. Вот. Ну, все говорят, у вас стабильная зарплата, да, вот, как бы, ну, стабильная, там, каждые, там, две недели получаешь, там, кусок своих денег, да? Но в то же время у вас в любой момент, ну, могут уволить. То есть, и где теперь эта стабильность? Нету этой уже стабильности. Вот. Также ограничивается возможность, там, своего развития. То есть, ты отдаешь, там, все силы, там, на эту работу. Бывает, там, работаешь, там, с утра, там, до ночи, или, там, вечером, там, звонит, там, начальник, там, и говорит, там, надо туда-то, туда-то. То есть, развития абсолютно никакого практически. Не живешь там по радости, да, то есть, не можешь, там, нормально покайфовать, куда-то там съездить. Мало времени, там, на семью, на себя, на друзей. То есть, ну, абсолютно ничего практически не остается уже. Ну, и поспать не дает, конечно, срабатывает будильник. Так, вот, и в итоге я в прошлом году отказался, скажем, от такого будильника. И стабильной зарплаты, как оказалось, мне не хватает. Запросы растут, дети растут. Вот, также не хватает времени ни на жену, ни на детей. И не хватает на свое развитие, как говорил, да, там, нет средств и времени практически на путешествие. Там, бывает, там, уйдешь, там, куда-нибудь отдыхать. И в итоге, там, то тебе из отпуска, там, вытянут. То еще какая-то авария, там, выходной, там, выезжаешь, там, на аварии, там, то еще что-то. В итоге дома практически не находишься, а в основном, работаешь. Вот, и в итоге решил сменить обстановку, решил уйти абсолютно с найма. Ну, я в течение года так немножко к этому готовился. Там, у меня была фирма своя по эксплуатации тепловых пунктов. Сейчас немножко его развиваю. Сейчас еще некоторые другие направления тоже открыл. Но в первое время, да, вот, начиная вот в этом году, да, с Нового года, прямо вот такая вот ломка такая началась. То есть нет вот такого стабильного дохода. Вот, чтобы каждые две недели приходило денежка. Нету такого. То есть если денег не хватает, приходится, там, из фирмы, там, там, доставать, там, то, там, контракты, там, быстрее делать. То есть мозг совсем по-другому начинает работать. И вот это вот уже вот такое ощущение вообще получилось. Такой вот легкости, свободы, такой вот, знаешь, радостного, да. Да, как бы я вообще радуюсь сейчас вообще, кайфую, да, от того, что я вот ушел действительно вот от найма. Я начал там нормально высыпаться. То есть я просыпаюсь абсолютно, ну, практически когда захочу. Вот, там, стою, там, спокойно, там, делаю зарядку, да. Да, вот, начал там стоять на гвоздях. Вот, кстати, вот, очень многие говорили, там, да, чтобы разгрузить вот мозг. Очень полезная штука, очень полезная. Вот, я вот не так давно начал на нем стоять. Ты стоишь вот, да, и вот через вот эту боль ты как-то вот, ну, вообще перестаешь думать о всяком мусоре. Вот вообще ни о чем практически не думаешь. И задача вот перебороть вот эту боль, очистить мозг. И вот это через как-то освободиться от боли и направить свои вот мысли именно вот на что-то конкретно, да, что тебя вот интересует. То есть вот очень многие вот у меня знакомые, вот бизнесмены, вот они вот как раз вот на этих гвоздях насыщаются, скажем так, приходят им вот такие вот классные идеи, инсайты какие-либо, да, что им очень сильно помогает в бизнесе и в жизни. Вот, ну и потом уже спланирую там уже свой день, там уже пишу, что я буду делать, там куда я пойду, куда я съезжу. Ну и планирую уже день уже как мне нужно. Вот, завтра четверг с утра, к примеру, я там пойду на бизнес-завтрак с предпринимателем, там в 9 утра в Москву поеду. То есть, когда был в найме такого, ну, практически невозможно было сделать там. То есть ты, если идешь на какое-то там мероприятие в будни, да, то так и ждешь там, что тебя там учредитель там позвонит по какому-то вопросу. Или там с котельной там позвонят, там что-то, что-то там случилось. Или там контрагенты позвонят, там надо вот это, вот это, вот это срочно. Или из администрации, или из комитета по ценным тарифам. То есть, откуда угодно. Вот, и хватает времени на свое развитие. То есть, начал там тренинги различные там смотреть, там читать книги начал. Вот, что вот давно у меня был такой провал в книгах. Там за этот год я уже три книги перечитал уже. Вот, и как-то все, вот, я вот чувствую, да, что у меня, значит, больше энергии, больше позитива стало, больше свободного времени. Ну, как-то классно, в общем, стало. Хорошо. Ну что, ты как там, заканчиваешь? Ну, еще чуть-чуть, наверное. Ну, давай уже заканчивай. Вот, вступил там в бизнес-клуб, также там получаю поддержку, окружение. Кстати, в окружении очень так, такая смена окружения очень классная вещь, если вы хотите как раз вот перейти из дайма в бизнес. То есть, если именно поддержка, да, вот у нас в Долгопрудном, например, вот есть вот Алексей там тоже курирует, там, бизнес Долгопрудный, да, то есть здесь мы вот в окружении бизнесменов. То есть, это очень дает такую сильную поддержку, вот, и все мы вместе вот так растем. То есть, если какой-то вопрос есть, то мы друг другу задаем. То есть, это такая вот классная поддержка идет. Ну, как-то вот так, спасибо за то, что выслушали мой коротенький рассказ. Спасибо тебе. Ты разгрузил немножко от таких обычных правил, историй. Спасибо тебе за историю, это классно. Да, вам спасибо. Хорошо. Теперь смотри, передай права Елене Борисенковой, Борисенкова, Елена Борисенкова, по-английски у нее написано. Передай права. Так, Маш, у тебя микрофон включен? Федор, выключите микрофон. Так, ну, я представляю вам последнего спикера на сегодня из спикеров конференции и повторяю, для тех, кому интересна тема обучения бизнес-тренерству или развития своей пути, потом я еще немножко расскажу. Значит, Елена у нас риэлтор, активный, успешный, постоянно участвует в проектах переговорной игры, постоянно тренируется, тренирует, изучает психологию. Будущий тренер, возможно, на рынке агентств недвижимости, а может быть и шире. И вот здесь приветствуем, Елену. Всем добрый вечер, всем добрый вечер, рада присутствовать здесь сейчас. Спасибо, Алексей, за возможность говорить, за возможность выступить, сказать свои мысли, поделиться своим опытом. Так, демонстрация экрана, начнем тогда, да? Видно? Да-да, видно, слышно. Видно, да, слышно? Замечательно. Я бы сегодня хотела уточнить вообще такую тему, очень важную, как сделать так, чтобы НСУ зарабатывали, а мы получали прибыль. Ну, начнем с того, что кто такие вообще НСУ? Что это такое? Как думаете? Можно голосом? Тишина. Меня слышно вообще? Да, слышно, но я вот до сих пор в замешательстве. Я не знаю, что такое. Ну, это просто коротко. Новички, стажеры и ученики. То есть, действительно, ну, это очень интересная тема. Ну, постараюсь придерживаться тайминга, как бы, это мое первое, такая, как бы, как выступление спикером. Поэтому начнем с того, что, согласитесь, все были на месте стажеров, на месте учеников, на месте вообще новеньких. Помните свои ощущения, как было, да? Я не знаю, у меня ничего не получится, что, ну, как делать, с чего начать, соответственно, да? На самом деле, помню, как по себе, что, действительно, я боялась всего и всех, потому что в этой сфере, в сфере недвижимости я пришла и не знала ничего, кроме того, как продавать. Мне было все равно, что продавать. Хоть без обертки, все что угодно, да? Да, вот, соответственно, сейчас, почему, как бы, люди, на самом деле, идут в сферу, ну, в продажу идут. Ну, во-первых, тут основное то, что не нужно, в принципе, какого-то опыта, не нужно уметь что-то, да, в этой сфере недвижимости, например, в сфере продаж. Также и нет потолка. То есть мы зарабатываем только, сколько мы работаем, соответственно. В новеньких нужно вкладывать. Вкладывать нужно, знаете, как в них, как в дом, к примеру, да? Как в строительство дома, как в блюда, которые хотите приготовить. И складывать не просто, все свалили в одну кучу, перемешали, получили винегрет, неизвестно, вкусно или нет. Поэтому нужно вкладывать их строго по рецепту, чтобы получилось достойно, чтобы получилось действительно, что мы хотим получить. Чтобы было вкусно. Ресурс, на самом деле, у стажеров очень большой, очень огромный, они заряжены на результат, потому что у них нет опыта. У них нет опыта отказов, у них нет опыта общения с негативными людьми, и они готовы зарабатывать. Соответственно, продолжим, что нужно и полезного. То есть разберем алгоритм введения в профессию агента. То есть какие требования к новичкам, стажерам, ученикам можно предъявлять, какие планы им ставить. И четвертое, стоит ли тянуть их за уши. То есть действительно, стоит ли тянуть тех людей, которые не достигли какого-то результата. Ну, давайте познакомимся. Алексей очень меня так прекрасно представил, даже засмущал немного. Меня зовут Елена Борисенкова. Более 13 лет в продажах. Действующий, практикующий специалист. Занимаюсь обучением, адаптацией новых сотрудников. Вырастила из новичков агентов, лидеров с прибылью в миллион в месяц. Участница неоднократной победительницы переговорных выборов. Да, Алексей, спасибо, я начинающий тренер, надеюсь, по продажам. И сейчас мой наставник и тренер Алексей Степенко. Спасибо ему огромное, я очень к этому стремилась и долго не решалась. Давайте рассмотрим самый первый, это алгоритм введения в профессию агента. То есть что очень важно на самом деле? Документы и услуги, что должен иметь новичок, что должен знать, какими инструментами он должен владеть перед тем, как вообще в принципе брать телефон и начать разговаривать. Новичкам важно правильно подавать вот эти вот все знания. То есть если он не знает, например, документы, связанные с агентством недвижимости, деятельностью, например, эксклюзивные договоры, что вообще, какие услуги предлагает агентство недвижимости, соответственно, на чем закончится разговор холодного звонка, это добрый вечер, меня зовут Федя или там еще кто-то. Соответственно, услуги и стоимость. Может произойти такое, что, например, он не знает, ну, любой агент, новичок не знает стоимость этой услуги. Он скажет, да знаете, мы это сделаем бесплатно для вас. Или нет, у нас такой услуги нет. Соответственно, он должен четко понимать, наш новичок, стажер, то, что есть, какие услуги вообще осуществляет его фирма, его агентство недвижимости или он сам готов осуществить. Документация по объекту недвижимости, да, это очень важный момент, который не стоит вообще пренебрегать этим, потому что если наш новичок не знает, к примеру, да, какие документы вообще присутствуют у собственника, да, что может, с чем может столкнуться собственник во время продажи, во время приведения сделки, то, во-первых, с этим, у этого новичка ничего не получится с этой сделкой, да, с этой продажей, либо с поиском там в недвижимости. Если мы, например, ищем покупателю, да, квартиру, либо еще что-то, также может случиться, что к этому агенту больше не обратятся, плюс в агентство поступит негативная жалоба. Это такой ком, который будет нарастать, нарастать и нарастать, и, соответственно, будет очень плохо всем. Вот тут обязательно нужно понимать и давать знания нашим новичкам. Все вот эти три момента очень важны. Так, момент. Сегмент. Что такое сегмент? То есть прежде чем ученик выберет какой-то сегмент, он должен изучить, соответственно, все вот эти документации. Как только документацию услуги он выучил, понял, начал разбираться хотя бы минимально, он должен определиться именно с сегментом, чтобы наш новичок смог стать экспертом в какой-то сфере, в какой-то нише он должен выбрать. Если же он будет брать в работу все возможные объекты недвижимости, то есть начиная от квартиры, заканчивая там аренду земли, либо же коммерческой недвижимости, он будет распыляться на все, что, на все. То есть экспертом в какой-то нише, в каком-то определенном сегменте он станет. Это большой минус ему будет, потому что он будет чуть-чуть знать везде. Конкретно он не станет экспертом. Соответственно, ему необходимо определиться с конкретной нишей. Будь то квартира, соответственно, должен разбираться. Все документы знать по поводу квартиры, по поводу каких-то там нюансов продажи и так далее. По дому, по участкам, по коммерческой недвижимости. Плюс также должен наш сажер или учениц выбрать район, где он готов трудиться и зарабатывать. Он будет экспертом именно в этом районе. Он будет знать, что продают, кто продает. Для того, чтобы стать экспертом, здесь небольшая табличка, которая, в принципе, у нас заполняет все новички. И, как показывает практика, она очень помогает упорядочить знания и собрать все в правильной последовательности для новичков. Соответственно, здесь мы можем видеть, что есть адрес, есть количество комнат. Это, к примеру, например, это квартира. То есть, садится новичок, делает табличку, к примеру, в Excel, открывает район, к которому он определился, и начинает переписывать полностью все квартиры, которые есть в этом районе. Плюс даже самостоятельно, которые собственники продают, и дополнительно, которые продают еще агентства недвижимости. Таким образом, он сможет разбираться, сколько на рынке есть квартир, сколько есть предложений, предложений, какая цена, что в рынке, что не в рынке. Он также может, если поступит в будущем звонок, входящий по какой-то его квартире, он может предложить любую квартиру, которая есть в этом районе. То есть, таким образом, он быстрее придет к сделке, быстрее продаст, быстрее найдет, если он будет знать всю территорию, где работает. Ну, мастер-классы, вебинары – это, ну, тут все просто на самом деле. Когда человек уже определился с сегментом, когда человек уже нашел какую-то свою нишу, в разных агентствах недвижимости бывает по-разному. Какие-то бывают внутренние тренера, которые учат, наставляют новеньких, какие-то бывают руководители, нанимают тренеров со стороны. Кто-то покупает видео, например, какие-то тренинги. По своему опыту могу порекомендовать вот несколько. То есть, это тренинг Марины Шишкиной «Холодные звонки». Это 100% заходит, потому что в нем все. Все, что нужно для понимания, как совершать и как настраивать себя на «Холодные звонки». Книга. Книгу советую Алексея Ясипенко прочитать всем, начиная от стажеров, которые зашли, и заканчивая руководительными. Книга, в ней нет воды, в ней нет каких-то размазанных ситуаций, есть четкие прям ситуации, которые разбираются. Книга называется «Психология и техника успешного риэлтора». Ну и, соответственно, тренинги Алексея Ясипенко. У него есть очень много тренингов, которые будут полезны всем. Самое интересное, вы вообще со мной здесь кто-нибудь? Отзовитесь, чтобы я понимала. Мама, слушай внимательно. Ого, Кристина, спасибо, добрый вечер. Поняла, поняла. Хорошо, продолжаем тогда. А, соответственно, когда наши новички, вот они уже заряжены, они уже готовы звонить, они все знают. В каждом агентстве недвижимости руководителям советую устраивать проверки. Как проверки, то есть, ну, тестирование знаний. То есть, они изучили материал. Соответственно, они должны сдать, ну, небольшой, возможно, тест, возможно, с текстом, возможно, в письменном форме какой-то, в устной форме, с разбором каких-либо ситуаций. То есть, чтобы могли понимать руководители, что наш стажер, наш новичок готов трудиться и покорять вершины. Соответственно, нужно какие-либо придумывать тестирования, проверку знаний. И самое интересное, когда проверка знаний прошла, наш новичок стоит на той ступени, когда нужно взять в руки телефон и начать звонить. Вот это самое сложное. Для этого, чтобы он не испугался, каждому новичку, каждому новенькому сотруднику необходимо сесть и написать текст холодного звонка. Вот именно для себя. Вот как он считает, как правильно. Три-четыре варианта текста. Ну, конечно же, руководителю потом необходимо с ним скорректировать этот текст, чтобы действительно был идеальный и ложился на слух. В дальнейшем будет какие-то два-три скрипта холодного звонка, которые обязательно в арсенале должны быть у новичка. Но даже не у новичка, у любого человека, который занимается именно холодными звонками. Потому что если же он будет импровизировать, если же он будет, например, думать, я вот не хочу скрипт, я за живое общение, здорово, но когда мы начинаем импровизировать, наш мозг начинает работать, он начинает активно думать, начинает пытаться понять, что ему сказать, что ответить, начинает иногда паниковать, потому что он не знает, что спросить дальше. И вот такой импровизации хватает на пять звонков. Ну и, соответственно, никаких встреч, дай бог, может быть, что-то будет. Наш ресурс заканчивается примерно на пятом звонке. А тут, если еще отказы, ну это вообще беда. Если же у нашего новичка будет в арсенале два-три скрипта, которые ему подходят, которые ложатся его на слух, которые он уверен в этих скриптах, соответственно, тут и все 20 звонков, и две встречи, и два касания, и здорово, уже все. И наша квартира в работе либо же квартиру мы продали. Какие требования можно озвучивать нашим ученикам? То есть, эта дисциплина сюда, знаете, можно включить также, наверное, ну все-таки пунктуальность. Представляете, приедет там кто-нибудь на просмотр квартиры, а вы, ой, извините, я красилась. Часточек, подождите меня, пожалуйста. Также сквернословие, то есть, какой-то сленг, какие-то слова, которые могут быть действительно неприятны. Также нужно понимать, в дисциплине можно отнести еще и с кем мы общаемся. То есть, наш стажер должен понимать, то есть, если это, например, бабулечка, если это, например, какой-нибудь, ну, не то националисты, например, да, где у них другие какие-то религии, другие какие-то запросы, либо же поведение какое-то сформировалось. Ну, также внешний вид. Внешний вид новичка до любого человека, любого агента превращает в эксперта. То есть, при первой встрече он продает внешний вид эксперта на 70%. Плюс следующее, знать, что говорит. Наш новичок должен понимать, что он говорит. то есть, если он будет убеждать человека, что нет, ни в коем случае вы не будете платить налог и будет упираться в этом, то он действительно лжет и наш собственник столкнется с проблемами. И опять тот самый снежный кон, который был тем же самым, когда дополнительные отзывы, дополнительные годования и так далее. Не говорить лишнего. Бывает, знаете, такое, что когда в агентстве недвижимости бывают только агенты и бывают еще юристы, которые ведут сделку. И агенты наговаривают такого, обещают такого, что юристы потом не могут в принципе даже это разрулить или собрать пазл в один. Соответственно, не нужно ... Три минуты еще. А мне чуть-чуть. Хорошо. Какие планы ставить? Ну, смотрите, тут в принципе можно изучить самостоятельно. Смарт-задачи это специфически, то есть точная задача к выполнению. Измеримые точное количество звонков, количество встреч, достижимые, реалистичные и ограниченные по времени. Момент такой, стоит ли тянуть за уши? Вот честно скажу, не стоит. У вас будет именно точно так же, как из мультика «Головоломка», когда радость тянула печаль, тратила свой ресурс за двоих, чтобы стащить место, чтобы хоть как-то продвинуться. Соответственно, у вас будет точно так же, будет руководитель тратить время, тратить ресурс на тех людей, которые не хотят двигаться, а хотят, чтобы их тащили. Это вот Алексей, кстати, в одном из тренингов прозвучала такая фраза, что отказываясь от потенциальных клиентов, освобождайте свое время действительно на реальных, на тех, которые будут покупать в определенные границы, в которых есть четкие задачи. Я скажу так, не стоит на самом деле тянуть, стоит вкладывать в тех, кто хочет. Не тащите то, что сопротивляется. Важно еще помнить, многие руководители разбывают про этот нюанс. Все новички, люди, личности, до меня все спикеры тоже это говорили, со своим характером, со своим разным типом поведения, реакции на какие-то действия. Каждому нужен индивидуальный подход. Вложитесь в них, и они будут зарабатывать, а вы будете получать прибыль. Этот вечер с вами провела Елена Борисенко, как Алексей говорит, который научит договариваться. Спасибо. Супер, спасибо тебе. Верни, пожалуйста, мне управление, а я пока говорю. Большое спасибо, что вернуло нас в бизнес-контекст, что показало задачи именно бизнес-тренинга. И всем спасибо за психологию тоже, но то, как мы это преломляем в бизнес, это очень важно. Спасибо, что... И выключай свою презентацию. Да, да, сейчас пытаюсь. Спасибо, что цитировала меня, и для меня это важно не потому, что ты меня цитировала, и как бы, типа, мне нужно, чтобы меня цитировали. Это значит, что не зря я где-то кого-то чему-то обучал, что это какой-то свет оставляет, а это важно. Итак, сейчас я поделюсь некими идеями, повторю, для тех, кому интересно развитие себя как тренера. Выключай демонстрацию, я включу свою. Да, да, сейчас, секунду. Кстати говоря, друзья мои, обратите внимание, в чате Оксана Кайзер свои контакты разместил и приглашает на консультацию. Сфотографируйте, запишите телефон, там, инстаграм, перейдите, и как бы вот рекомендую Оксану в рамках той экспертности, о которой она говорила. да, вот тебе пошли отзывы от Кристины, спасибо, очень здорово, все четко. Сейчас, друзья мои, поставьте, дайте мне обратную связь, кто из вас ну, как бы интересуется развитием тренерства в своей жизни, а кто там, руководитель или агент из недвижимости, вот как бы напишите, кто вы, вот сейчас, особенно те, кто самые замотивированные, оставшиеся с нами до этого момента, напишите, пожалуйста, про себя. Кто из вас кто? Кто из вас кто? Будущее руководство, прекрасно, еще, кому интересна тема тренерства, напишите, вот в своей жизни, то есть вы либо тренер, либо планируете им быть, ну, если вы тренер, то вы планируете развивать этот навык, эту профессию, этот стиль жизни, или если вы еще не тренер, то для вас это интересно, и вот, значит, я сейчас прям специально для тренеров, ну, пока вы пишете и пишете медленно, я подготовил несколько слайдов, назвав их самоощущение тренера, я нигде это еще никому не рассказывал, вот в таком ключе расскажу это вам, но я вот эту как бы грань или особенность личности тренера замечаю, я замечаю, наблюдаю, пытаюсь ее приложить на себя, понять, кто же я в этом вопросе, речь идет о том, как себя тренеру нужно ощущать, и вот от этого мира ощущения строится самопрезентация тренера, то есть вот вы сможете заметить, что вот разный тренер оставляет разную главную мысль в голове тех, кто с ним встречается, в общем, сейчас я объясню, что я имею ввиду, такое витеватое вступление пытаюсь сделать, то есть это не совсем про там содержание, про регалии, вот не про это, хотя я приведу примеры через может быть регалии содержания, ну поехали, значит, что я имею ввиду, первое, первое самоощущение и первый вариант, как вы можете себя продавать миру, это я нашел рецепт успеха, то есть это такой как бы месседж, что я много чего изучил, или как бы я всех изучил, и никто толком не знает как правильно, а я знаю как правильно, вот пример такого месседжа Тони Робинсон, вот берешь его любую книжку, и он говорит, я прочитал там все книжки по диетологии, обнаружил, что все друг другу противоречат, в итоге толком никто не знает, а я провел интервью там с 25 действительно успешными здоровыми людьми, и теперь знаю секрет, и вот я его знаю, я его открыл, я его обнаружил, или там другой формат послания, я много-много изучал технологии успеха, и теперь я знаю точно, и вот я это раскрыл, формулу, как действовать, чтобы обязательно достичь результата, и вот с вот этим посылом, ну вот часть людей, часть тренеров выходят в рынок, например, Тони Робинсон, Ицхак Пентесевич тоже с таким же посылом по некоторым темам вот как бы себя доносит, то есть, то есть, я знаю, как, я нашел этот рецепт, это первый формат, другой формат мироощущения, и от этого мироощущения будет строиться ваша подача, кстати, вот для меня вот этот формат, как я сейчас начинаю с Тони Робинсона, да, он мне сложен, вот я реально долгие годы ищу, в чем же лично я, а я уже 15 лет тренирую как бы в бизнесе людей по продажам, вот в чем же моя вот эта фишка, в чем я нашел рецепт успеха, и я скажу честно, обучая продажам, я нашел, да, точно для риэлторов, я нашел, это монетизация риэлторской услуги, это моя фишка, кстати, книга, о которой говорила Лена, вот у меня всегда под руками, появилась как бы недавно у меня такая фишка рецепт успеха, но он такой частного случая, а вот так, чтобы глобально обещать успех, там, ну, что я знаю, прям правильный ответ, это единственный кто, мне сложно, я бы хотел, как Тони Робинсон, такую позицию иметь, но мне сложно, я вот такую позицию, думаю, сейчас как бы, ну, она у меня более-менее сформулировалась в обучении бизнес-тренеров, я говорю о том, что я могу быстро вас научить, и у меня есть простые концепции, как быстро создавать тренинги, там, и как правильно их продавать, но это все еще тоже, как бы, все-таки сказать, что это совсем уникально, я не могу. Второй формат мира ощущения и, соответственно, презентации себя, это я знаю все, что можно знать в этой теме. В данном случае человек не позиционирует себя как открывателя чего-то нового, он позиционирует себя просто как человека, который реально знает много, глубоко и круто, и сможет обязательно найти решение любой вашей задачи, не опираясь на свой собственный инсайт, а опираясь на свои богатые знания. И вот, кстати говоря, кто среди нашего сегодняшних спикеров представитель, как вы поняли, вот этого мира ощущения, я только сейчас пока это заявил, это осознал. Давайте, кто вспомнит, кто является вот из нашей сегодняшней общения, я бы сказал, как раз вот, по крайней мере, то, что я услышал, может быть, у этого спикера и первая позиция присутствует, да, Зоя, по крайней мере, то, как она себя подала, вот в ней как раз прослеживалась вот эта идея, что я много чего знаю и могу найти решение там любой проблемы, но не было такого, как бы, заявления, что я нашла таблетку. Окей. И третий формат, это я научу вас лучше всех остальных. То есть, если вы не можете похвастаться каким-то открытием, вдруг вспомнился мысль одного преподавателя психологии, когда я в университете учился на клинического психолога, то он как бы говорит, да, я как бы, он проводил для нас какой-то не то мастер-класс, не то какой-то такой практикум, забыл, как зовут этого человека, это было чуть ли там 2003 или 2004 год, и он говорит, ну да, я кое-какие открытия в психологии сделал, ну как бы, иначе как диссертацию защитишь, да, то есть, если у вас нет такого за спиной, там, кое-каких открытий вы не сделали, и, ну, так сложилось, вы не изучили кое-какие, да, вы не изучили множество там, тем, курсов, институтов, ну, бывает такое, вот, это, кстати, моя история, тоже не изучил много, и как я даже позиционирую себя чаще, что я бизнес-тренер, который служил в стройбате, учился в ПТУ, ну, у меня было, конечно, и богословское образование, ну, не конечно, а так сложилось, я потом и богословское образование получал, психологическое, конечно, я не совсем отставый умственно, но все равно, вот, как бы никогда у меня не было ощущения, что я очень уж, очень уж подготовлен интеллектуально, но, вот, это моя фишка, я научу вас лучше всех остальных, для себя я понял, что моя фишка это в харизме, ну, как, в чем-то похожем на харизму, но это может быть методика, например, преподавание, вы не думаете о себе, что вы прям больше всех знаете, но вы знаете, что вы владеете определенной методикой подачи информации, которая обязательно сработает, и вы приходите вот с этим ощущением, приносите себя, как вот эксперта по обучению, не как всезнайку, и не как первооткрывателя, а вот именно как человека, который умеет учить, там, либо у вас харизма, и вы понимаете, что вот когда вы будете говорить, все, все проснутся, все начнут шевелиться, что-то будет такое там происходить в группе, и вот вы говорите, да, я знаю, что вы много у кого тренировались, но пока вы у меня не тренировались, считайте, что вы вообще с тренингами еще дела не имели, вот как бы такая подача, это моя подача, и третий вариант вот этого пути, или этого мироощущения, это результаты, например, вы приходите, и у вас уже за плечами есть хорошие результаты, вы их очень ясно осознаете, а результаты, это тоже такая штука непростая в тренерстве, то есть это большая удача, я бы сказал, в цифрах описать результаты вашей работы, конечно, можно там прям систематически пытаться их просчитать, собрать, но это нелегко сделать, и очень приятно, когда там через какое-то время твоей работы получается так, что тебе дают отзыв не в виде, что было все здорово, а в виде, что мы выросли на, на сколько-то процентов, в два раза, и вот теперь у вас появляется уже, вот это как бы, когда у вас есть результаты, вы приходите, вас спрашивают, а ты кто, а ты говоришь, да какая нравится, кто я, ну типа, и как нравится, что я знаю, главное, что те, кто со мной встречается, получают вот такие результаты, и я кое-что могу делать для вас, я даже однажды сформулировал такую смешную, продающий текст, ну, в разговоре с одним клиентом, говорит, ну а что вы будете делать, ну, что вы будете делать с моими людьми, я говорю, зачем вам это знать, какая разница, говорю, я вообще, может быть, приду, сяду и буду молчать, а люди будут вот на меня смотреть, молчащего, и получать результаты, как бы, не важно, что я буду делать в тренинге, главное, то, что я сделаю, даст им результат, то есть, это вот, как бы, третье мироощущение, напишите в чате, какое мироощущение вам вот на сейчас ближе, вот, если бы вы решили стать тренером, вот, вот сейчас, что про вас, вы первооткрыватель какой-то суперидеи, вы, ну, там, энциклопедия, или вы вот, вот, уверены в себе, что вы сделаете лучше остальных, поставьте, вот, кто вы, ага, так, кто еще, три человека себя увидели, ага, один, три, ага, как интересно, ну, меня, меня восхищают те, кто первую стратегию за собой наблюдают, что вы, как бы, ну, у вас есть фишка, это очень круто, восхищают, прям искренне, это реально, если вы живете с таким мироощущением, мне кажется, вообще берегов нет, то есть, неважно, да, это вот первое мироощущение, оно очень-очень полезное, потому что оно не требует сейчас опыта какого-то специального, не требует многих знаний, оно требует только веры в то, что у тебя есть уникальное решение, это вот класс, я повторю, что я ищу это решение в своей жизни, но вот еще, как бы, не ощущаю себя вот в нем, именно прям полноценность, для меня третья стратегия, все еще, несмотря уже там на 8 книжек, и бла-бла-бла, там невероятное количество материала, все еще третья, хорошо, итак, это был мой такой инсайт к сегодняшнему вечеру, теперь кое-что практическое, 13 марта, в субботу, я провожу, ну, я считаю, просто невероятное мероприятие, интенсив, создай тренинг за один день, для тренеров, руководителей, экспертов, то есть, что это значит, возможно, вы хотите быть тренером, но идея того, что вы можете создать тренинг, вас там как бы пугает, фрустрирует, и вы не представляете себе, как это вообще возможно, и я утверждаю, что за один день работы под моим руководством, к вечеру у вас будет готовый тренинг, который вы сможете потом продать, но даже если не продать, давайте так, даже если вы не планируете быть бизнес-тренером, но сама возможность взять свой опыт, упаковать его в тренинг и сделать из него передаваемую концепцию, изменит ваше мироощущение, ну, прям, вот не скажу на 100%, на 70%, то есть, до тех пор, пока вообще какой-то, допустим, вы хороший руководитель, но вы типа хороший руководитель, но вы точно не понимаете, а в чем вы хороший руководитель, вот что у вас, в вас хорошего как руководитель, что именно работает, и только после того, как вы сделаете тренинг, и вы осознаете вот это, и попытаетесь это как бы от себя отстранить и превратить это в некую технологию, вы тогда сможете это измерить, взвесить, оценить по достоинству и себя почувствовать по-другому, и так, первое, второе, возможно, вы бизнес-тренер, и у вас просто идея какая-то, она вот уже у вас витает, у вас есть там три тренинга, есть какой-то четвертый, или там пятый, но вы все еще вот как бы ловите эту идею, но никак ее не доведете до продукта, чтобы предложить клиентам, и я повторяю, за один день у вас появится тренинг, ну, как я предполагаю, от четырех до восьми часов тренинг, тот, который мы будем делать, у вас будет вот примерно такого размера, если вы новичок, то четыре часа, если вы уже опытный, то прям можете замахнуться на восьмичасовой тренинг, и третий вариант, если вы тренер, и, ну, допустим, у вас сейчас есть запрос от ваших клиентов по какой-то теме, и вы никак не сядете и не реализуете новый запрос, вот за этот день он у вас будет создан. Итак, это нас ждет в течение дня, плюс, плюс, да, для тех, кто тоже еще не имеет этого опыта, в рамках этого интенсива будет задание, я объясню, как это сделать, его же уже и провести, ну, хотя бы в кусочек этого тренинга уже провести, а при как я это все расскажу, для кого и как это сделать, то есть у вас появится опыт. Значит, что будет через день, у вас будет готовый тренинг, опыт организации своего тренинга, опыт проведения тренинга в онлайне, а может быть и не в онлайне, опять же, это все для тех, кто решится, я объясню. Знание, как создавать тренинги, знание, как привлекать людей на тренинги, я объясню одну из простых технологий, у вас будет готовая презентация и шаблон для создания тренинга и презентации. Это будет вот как бы в субботу у тех, кто захочет пройти этот интенсив. Стоит он 5000 рублей, но это не просто оплата этого тренинга, это депозит, эти 5000, для участия в большой трехмесячной программе обучения тренеров сотня, для тех, кто захочет, то есть кто пройдет этот интенсив, заплатив 5000 рублей, эти 5000 рублей я планирую сделать так, что они зачтутся, если вдруг вы когда-нибудь захотите пройти большую программу, сколько бы она ни стоила. И плюс в подарок я дам комплект тренингов, записи для руководителей и продавцов, ну он там 1000 на 35, он как бы стоит у меня в магазине, я его в подарок дам этот доступ, чтобы у вас был материал, с чем работать, откуда черпать, много идей. Итак, значит, вопрос, кто хочет поучаствовать вот в этом мероприятии, поставьте плюсик в чате, а лучше напишите прямо, допустим, ну, значит, как, первый, свой телефон напишите в чат, второй, если вы сейчас, ну, некой в задумке, да, то через группу в чате темная лошадка, ну, через WhatsApp группу, откуда вы получили приглашение, напишите мне, что там, я хочу вот на интенсив на 13-е, на субботу, и тогда я с вами свяжусь на эту тему. Ага, да, Марсель, молодец, да, ты как раз планируешь и в сотню, для тебя это будет прям идеальная склейка. Хорошо, дальше, значит, что такое сотня, чтобы было понятно, вообще, ну, а про что это за тренерская школа Алексея Осипенко? Есть программа трехмесячная, называется сотня, или начни карьеру бизнес-тренера за три месяца и выйди на доход до 100 тысяч рублей за день тренинга. Вот сотня, это 100 тысяч рублей за день тренинга, ну, некий хороший ценник для тренингового дня, ну, до 100, да, конечно, через три месяца сразу там 100, не обещаю, но потенциально путь начать и в эту сторону двигаться точно начнете. Значит, в этом курсе вы сразу освоите практически три профессии, это бизнес-тренер, предприниматель и продавец. Вторая особенность курса в том, что я научу продавать, а не просто учу проводить и создавать, а именно ставка моя, как продавать себя, причем продавать безбюджетными методами, быстро продавать. Четыре модуля в курсе тренер-охотник, звезда, бизнес-гуру. Тренер посвящен тому, как создать и проводить тренинги, охотник, как упаковать и продать тренинги, звезда, это супер упаковка, как там создать свою книгу, видео, рассылку, бизнес-гуру, как продавать большие программы, годовые программы, миллионные проекты в одни руки, работать с партнерами. В первом модуле мы определим вашу экспертность, вашего идеального клиента, во втором модуле создадим тренинг, за который вам будут платить, потом разовьем ваше ораторское мастерство, отработаем технологию проведения тренинга, упакуем ваши, ну, вы упакуете, как бы, под руководством, да, чтобы не было иллюзий. Хотя я сейчас формулирую дополнительную услугу, но сейчас я веду переговоры с знакомыми мне маркетологами, предложить начинающим тренерам упаковку под ключ, чтобы вы могли кому-то делегировать упаковку у себя, типа, сделать мини-лендинг, сделать рассылку, сделать правильную группу, сделать несколько видео продающих, там, сделать еще что-то и запустить какую-то там первую рекламу, чтобы это был некий комплект, который можно было сразу недорого приобрести, и, как бы, я сейчас вот готовлю вот такую дополнительную функцию, но в итоге, как бы, пока что в рамках тренинга вы сами себя упаковываете и, как бы, настраиваете. Дальше находим клиентов для тренинга, я объясняю, как это делать. Вы начинаете проводить переговоры и продавать себя, и самые быстрые уже переходят к суперупаковке, такие, как работа над книгой, видеокурс, рассылка, и начинают упаковывать и уже предлагать, ну, по возможности, свой комплексный продукт, ну, как я говорю, на миллион в одни руки. На самом деле, это не обязательно миллион, это может быть и 3 миллиона, там, и полтора миллиона или 800 тысяч, но есть форматы, когда можно продать себя вот сразу за большой ценник. Так, 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 сейчас не буду вас грузить, будет множество, в сотне множества дополнительных там бонусов и материалов в виде раздаток, записи тренингов для пополнения багажа профессионального. В целом, это огромная ценность. Там, если все это я пытался сложить, собрать вместе все эти бонусы отдельно и все, что там будет, может, там тысяч на 300 получается, но в итоге стоимость пакетов по 30 тысяч каждый пакет, но для участников конференции, для участников интенсива «Богатый бизнес-тренер», сейчас я быстро перемотаю, это стоимость 25 тысяч рублей. Вы можете за 25 тысяч рублей пройти вот такое масштабное обучение. Так, там есть кураторы и есть формат стандарта, есть формат премиум и формат VIP, то есть, что такое формат VIP, давайте я объясню, то есть, есть сотня, и это онлайн-школа с кураторской поддержкой 25 тысяч рублей, и есть индивидуальный коучинг со мной, он стоит 200 тысяч рублей за три месяца, мы с вами работаем один на один раз в неделю, и я вот провожу вас через всю эту программу, плюс у вас доступ к сотне открыт, и лично как бы веду вас к результату. Вот такие вот возможности есть в рамках тренерской школы. Значит, кому что интересно, через группу WhatsApp темная лошадка пишите, спрашивайте, может быть, вам нужно сразу индивидуальный формат, или просто хотя бы индивидуальная консультация, она бесплатная, чтобы определиться, куда вам, зачем вам и как туда лучше прийти. Хорошо. Кстати, вот уроков сотни, не 40, как я здесь пишу, я там расписался, там 100 уроков точно будет. То есть, они как бы короткие, такие шортные, очень много полезной информации и заданий и так далее про все. Так, ну что, давайте тогда я заканчиваю со своей презентацией и хочу послушать вас. Кто, что для себя взял сегодня на конференции, прям выходите в эфир и рассказывайте. У нас все еще 15 участников, то есть, те, кто замотивированы. Окей. Я останавливаю презентацию. Все, друзья, давайте, у кого есть энергия, кто, что для себя сегодня полезное взял, причем, включая спикеров, особенно спикеров начинающих, как вам этот опыт. Я для вас это делал, чтобы было понятно, что это активность, которая вот была организована и огромное спасибо Оксане. Кайзер, она администратор была этой конференции. Молодец, у тебя получилось, ты сделала конференцию. Я сформулировал идею, ты сделала, супер. Вот, но эта идея была для того, чтобы помочь вам. Все, давайте, я вас слушаю. Кто-то что-то говорите. Ну, раз ты меня представила, давай я начну. Вот, как бы, ну, прекрасно, просто понравилось, конечно, единственное, что, как бы, разговаривать с экраном, я вот впервые разговаривала с экраном. Вот это вот даже сейчас, Леша, на тебя смотрю, ты киваешь головой, и мне намного легче общаться, нежели, когда я смотрю на свою презентацию и ощущение, что что-то со мной не так происходит, если, ну, поэтому вот, вот это вот какая-то особенность онлайновская, она, конечно, очень тяжела для меня, может быть, потому, что никак не могу привыкнуть, что из оффлайна мы перешли онлайн. Ну, вот для этого привыкай, привыкай. Кстати, я вспомнил лет 15, ну, наверное, 15-14 назад первый вебинар я вел в рамках московской бизнес-школы, прям приезжал к ним в офис в Москве, и у них заставка была такая, вебинары только начинались тогда, но уже она была в таком виде, значит, сидит чувак перед компьютером, и его эти работники психбольницы как бы вяжут и оттаскивают от компьютера, потому что он, типа, разговаривает с компьютером, но это было 15, примерно, 14 лет назад уже вот эта картинка висела, интересно, что, видишь, кто-то до онлайна добирается только сейчас. Вот, ну, в общем, не ты единственная, кто можешь себя ощущать вот так странно перед экраном. Вообще, слушай, честно, мне даже не хочется привыкнуть к этому безобразию, потому что я хочу живых людей, я хочу... Ну, это все связано, это связано. Хорошо, давай следующий, кто у нас следующий? Я вот тут. Ага. Марсель. Марсель. Да. Алексей, скажи, пожалуйста, вот как вот вообще следить за временем во время выступления? Я понимаю, что вот таймер, это вообще такая вещь, которая, ну, не следишь вообще, когда ты разговариваешь. Это тренировкой, тренировкой, как бы, ну, во-первых, когда есть слайды, ты примерно понимаешь, сколько времени на слайд, слайды очень помогают. Второе, ну, есть некое чутье, если ты себя знаешь, сейчас ты вообще об этом не парься, то есть тебе сейчас не эту задачу надо решать, тебе надо не следить за временем, а тебе надо говорить как можно больше, и пусть тебя останавливают. Вот как бы я, ну, как профессионал, да, у меня есть некий тайминг, я как бы чувствую, ну, когда хватит, но меня заносит все равно, на самом деле, это я болтаю, что я чувствую, нет, меня заносит. В общем, сейчас ты об этом не думай, ты думай о контенте, лучше тебя остановят, ты сам себя остановишь, а когда у тебя уже будет много всего, тогда уже будешь понимать, всю эту историю не рассказываю, тут три слайда, все, по ним достаточно на 10 минут, а тебе на 30 минут, там, 20 слайдов и так далее. Вот такая история. У кого еще вопросы, пожелания, обратная связь? Здравствуйте, коллеги. Яков Моклаков. Очень, очень рад вас видеть. Зарядился такой мощной энергией. Особенно было приятно слушать тренеров, которые выступали, ну, вот именно в первый раз. Почему было очень приятно слушать? Потому что они выдавали, скажем так, именно информацию первородную, то есть не отшлифованную, не такую флеграмную, которая уже отточена там многими-многими выступлениями, а именно так, скажем так, шло от души. И это очень-очень подкупало. Поэтому спасибо вам большое, получил колоссальное удовольствие. Спасибо. Класс, спасибо тебе за участие. Спасибо, что слушали. Очень приятно, что кто-то слушает. Хорошо. Так, кто еще порадует нас своей обратной связью? Давай я скажу. Давай. Ну, для меня, конечно же, было сегодня прям волнительно. Не знаю, чувствую, во-первых, я вчера отравилась чем-то. Я себя чувствую вообще просто вот из 100 баллов, наверное, на 10. Я когда начала говорить, блин, я себя отлично чувствую, вообще огонь, ничего не болит, я закончила, у меня резко болит, все. Поэтому... Место силы, да. Я поэтому, я даже, видишь, фон сделала, сделала какой, видишь, Тэквондуа, твой любимый. У меня ребенок занимается старший. Сегодняшний, конечно, прям долго ждала выступления, очень слушала многих, мне очень, Зоя понравилась, хотелось бы уточнить как бы презентацию, то есть взять, поизучать тоже побольше, потому что, насколько я поняла, там слайдов было достаточно больше, чем она смогла озвучить. Вот, хотелось бы поизучать. Вот, и очень понравилась на самом деле история, да, как рассказывали, что действительно, как нас это все принижает, когда мы встаем к будильнику. И вот, я когда работала серьезно, вот 13 лет в продажах, я работала супервайзером, я вставала по будильнику, да, и вот сейчас, когда я вроде бы как, ну, может быть, уйти обратно, не, вообще нет, я не готова вставать по будильнику, я хочу быть свободной, вольной птицей, которая сама себе составляет свой график, который удобный, и мне вот это прям, да, вижу, вижу. Спасибо большое за отзыв, за то, что сказали, что новичков приятно слушать. Надеюсь, я уже в скором не буду новичок. Алексей, спасибо за возможность выступить. Да, класс, да, спасибо за выступление, супер. Хорошо. У кого еще есть энергия? Да-да, Алексей, жду обратной связи по моему выступлению. Это уже личный коучинг. Хорошо. Это уже очень дорого. я просто надеюсь, что кому-то хотя бы это было полезно, помимо нас самих. Ну, для себя что взяла, что почувствовала, это же процесс для тебя. Мария? Ну, для меня это возможность как бы проснуться, потому что работа, 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 и я когда-то стримила, сейчас ну, заново как будто почувствовала все это, возможность вот как раз уйти от будильника, возможно, чтобы не увидала эта тема. Будильник зашел как, имею в виду термин, да, прикольно? Название хорошее, Все, маркеры у нас, триггер такой, внутренний триггер. Хорошо. Ну, классно, да, тебе побольше времени бы дать, ты только разогрелась, прям тебе про сетсонику бы ты нам рассказала побольше. Хорошо. Кто еще, друзья, кто вот просто, ну, был пока что слушателем, кто что для себя полезного взял, потому что я прям такой калаш получился, да, я бы сказал, не очень объединенный какой-то одной мыслью и про то, и про это, но в целом можно подчеркнуть пользу от всего. Что ты показываешь, Марсель? А, гвозди свои показываешь, да? Да. Ага. Да. Их сам делал, Марсель? Нет, конечно, такое сам не сделаешь. Ну, это реально вообще-то не опасно? Нет, абсолютно не опасно. Ну, больно, да? Да.